Анатолий Мариенгов. Циники. Роман. Москва. Издательство «Современник». 1990 год. Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него совершают действия глубоко безнравственные? Стендаль. Вы очень наблюдательны, Глафер Васильевна. Это все очень верно. Но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя безобразить? Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Лисков. 1918 год. Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины в высуне язык бегают по сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки. Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы женской руки с обрубленной кистью. Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель. Знаете, Ольга, я коснулся ее пальцев. После нашего социалистического переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора. Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы. А как вы думаете, Владимир, она взглянула в зеркало, может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ? Она взяла со столика золотой герленовский карандашик. Как же тогда жить? После четырехдневной забастовки в собрании рабочих Тульского оружейно-патронного завода постановило по первому призывному гудку выйти на работу, так как забастовка могла быть объявленной только в силу временного помешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи. Чехословаки взяли Самару. В Петербурге хоронили Володарского. За гробом, под проливным дождем, шло больше двухсот тысяч человек. В ИЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по столешникову переулку, дом 8, и в кофейной Словако-Цумбурга, тоже по столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда. Вооруженной тряпкой времен Гомера я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль. Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок. Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать. Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу. Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги, да? Именно. Ни за что в жизни. Она и без того получает слишком большое жалование. Марфуша! От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки. О, ужас! Античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо. Ольга давится пылью, кашляет, чихает. Со своего неба я обормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится. Марфуша! Входит девушка вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье. Будьте добры, Марфуша. Возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут. У меня сжимается сердце. Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять. Спускаюсь. Ваша физиономия татуирована грязью. Моя физиономия действительно татуирована грязью. Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала 64 ступеньки. Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное — ее неожиданности. Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами. Ольга берет меня под руку. Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо с предписанием сторожить квартиру. Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет. По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух. У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды, а рот — туз червей. Хочу мороженого. Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении продажи и производства яства, к которому вы неравнодушны. Ольга разводит плечи. Странная какая-то революция. И говорит с грустью. Я думала, они первым долгом поставят гильотину на лобном месте. С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы. А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое. Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи. В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в райвскую пустынь. Казанская ЧК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли, да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной. Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям. Сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку. Когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались сушить на кострах. История в Ольгином духе. Я пришел к тебе, Ольга, проститься. Проститься? Гога, не пугай меня. И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом. Куда же ты отбываешь? На Дон. В армию генерала Алексеева. Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением. Гога, да ты! И вдруг, ни села, ни пала, задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом. Гога милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топленых сливок от степных коров. И большие, зеленые, несчастливые глаза. Пойми, Ольга, я люблю свою родину. Ольга перестает дрогать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно. Это все от того, Гога, что ты не кончил гимназию. Гоги на обиженные губы обижаются еще больше. Только подлецы Ольга во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай. Прощай, цыпленок. Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их. До свидания, Гога. Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок. Нет, прощайте. И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся. До свидания, мой милый друг. Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию. Бедный ангел. Его непременно подстрелят, как куропатку. Прощайте, Гога. На Кузнецком мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены. С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах. При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо, как суп варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого моста. Рабочий в шапчонке, похожий на плевок, весело склабился. А вот, граждане, к примеру, сказать, в альшванговом магазине буржуйских роскошней. Будем махру выдавать по карточкам. И, глянув прищуренными глазами на Ольгиной губы, добавил. Трудящемуся населению. Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямку и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи. Подождите меня, Владимир. Слушаюсь. В 37-й квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек, а то совсем осталось без гроша. У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять прижизненного Пушкина. Ольга легкими шагами взбегает по ступенькам. Я жду. Старенький и действительный статский советник, одетый в пенсне, торгует в подъезде харьковскими ирисками. Мне делается грустно. Я думаю о булочке, на которой еще теснятся книжные ловчонки. Когда-то ее назвали Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой иллистой земле бессуразно пышно рос мох. Вышла Ольга. Теперь можем кутить. Она покупает у действительного статского советника ириски. Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах. Мой старший брат Сергей, большевик. Он живет в метрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся точно от водянки шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара. У Сергея веселые синие глаза и поребячьи оттопыренные уши. Того глядя, он по птичьей взмахнет ими, и голова с теними глазами полетит. Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи. Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз волчанка съедала заплату. Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку. Для чего тебе библиотека? Чтобы стирать с нее пыль. Ходи в Румянцевку и стирай там. Ладно, не надо. Сергей садится к столу и пишет записку. Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров. О судьбе чернобородого 17-летнего еврейского мальчика, который, чтобы спасти честь России, бросил бомбу в немецкое посольство. О смерти Мирбаха. О желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию из Германии. Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно Ленинскому приказу, до тройной проверки. Еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры. Чтобы раздразнить Сергея, я говорю про эсеров. А знаешь, мне искренне нравятся эти скифы с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы и хватных обтрепанных салопов. Ольга про эсеров неплохо сказала. Они похожи на нашего Гогу, будто тоже не кончили гимназию. Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками. Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же. Мягкими серыми хлопьями падает темнота на театральную площадь. Ихний главнокомандующий, Муравьев, третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил не больше не меньше, как объявить войну Германии. Глупо, а расстреливать надо. Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу, заваленные осенними сумерками. Будто несколько часов к ряду падал теплый серый снег. Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими. Тверезами, равнодушными, прохладными, как зеленоватая сентябрьская, подернутая ржавчиной вода. Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя. Эсеры, Муравьев, немцы, война, революция, все это чепуха. Сергей таращит пушистые ресницы. А что же не чепуха? Моя любовь. Внизу на театральной редкие фонари раскуривают свои папироски. Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается. А я любим. Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара. Трагический конец. А я? Я купаюсь в своем счастье. Плаваю на брюхе, фыркую в розовой водичке и в полном упоении пускаю пузырики всеми местами. Сергей вытаскивает из портфеля бумаги. Ну, брат, с тобой водиться все равно, что в крапиву садиться и потягивается. Иди домой. Мне работать надо. Большевики, как умеют, успокаивают двухмиллионное население Белокаменной. В газетах даже появились новые отделы. Борьба с голодом. Прибытие продовольственных грузов в Москву. На нынешний день два радостных события. Первое. Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов жмыхов. Второе. Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и один пуд муки ржаной. Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку. Я плутаю в догадках. Что случилось? Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю. Хотите, я немножко почитаю вам вслух? Молчание. У меня с собой сатирикон, Петрония. После весьма внушительной паузы не желаю. Его герои жалкие ревнивые скоты. Голос звучит как из чистилища. Они не признают, чтобы у их возлюбленных кто-нибудь другой за пазухой вытирал руки. Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли. Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония? У него мальчишки разыгрывают свои зады в кости. Ольга. Что Ольга? Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония судьей изящного искусства. Вот как? Элегантная. Так, так, так. Орбита. Баста, вас поняла. Вы шокированы тем, что у меня болит живот. Живот? Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной? Вы хотели по всей вероятности прочесть мне то место из сатирикона, где Петрония рекомендует не стесняться, если кто-либо имеет надобность, потому что никто из нас не родился запечатанным, что нет больше муки, чем удерживаться, что этого одного не может запретить сам Юпитер. Так я вас поняла? Я хватаюсь за голову. Имейте в виду, что вы ошиблись. У меня запор. Я потупляю глаза. Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены? Краска заливает мои щеки. Ужасная несправедливость. Мужчины краснеют до 60 лет, женщины до 16. Нежно влюблены, возвышенно влюблены. В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас спрашиваю? Слышу. Двигайтесь же. Я передвигаю себя, как тяжелый беккеровский рояль. Ищите в уголке на верхней полке. Я обжигаю пальцы холодное стекло-кружки. Это самое, с желтой кишкой и черным наконечником. Налейте воду из графина. Возьмите с туалетного столика вазелин. Намажьте наконечник. Повесьте на гвоздь. Благодарю вас. А теперь можете уходить домой. До свидания. Битый третий час бегаю по городу. Обливаясь потом и злостью, вспоминаю, что в 16 веке Москва была немного поболее Лондона. Милая моя Пенза, она никогда не была и, надеюсь, не будет немного поболее Лондона. Мечтаю печальный остаток своих дней дожить в Пензе. Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз. Прекрасные цветы. Одни похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского понта, на сверкающего, как снег, сванатского барашка. Другие на того кудрявого еврейского младенца, которого впоследствии неуживчивый и беспокойный характер довел до голгов. Садовник завертывает розы в старую измятую газету. Я кричу в ужасе. Безумец! Что вы делаете? Разве вы не видите, в какую газету вы завертываете мои цветы? Садовник испуганно накладет розы на скамейку. Я продолжаю кричать. Да ведь это же речь! Орган Конституционно-демократической партии. Той самой партии, члены которой объявлены вне закона. Любой бульварный побродяга может безнаказанно вонзить перочинный нож в горло конституционного демократа. У меня дрожат колени. Я сын своих предков. В моих жилах течет чистая кровь тех самых славян, отрусливости которых так полно и охотно писали древние историки. Можно подумать, сумасшедший человек, что вы только сегодняшним вечером упали за Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планетой. Неужели же вы не знаете, что ваши розы, белые, как перламутровая брюшка жемчужной раковины, и золотые, как цыплята, вылупившиеся из яйца, ваши чистые, ваши невинные, ваши девственные розы, это, это, я говорю шепотом, это одними губами уже беззвучно. Контрреволюция. Ноги меня не держат. Я опускаюсь на скамейку, я задыхаюсь. Я всплескиваю руками и мотаю головой, как актриса камерного театра в трагической сцене. Но розы, завернутую в газету речь, положительно страх сделал из меня Цицерона, и конуру садовника превратил в форум. Нет, тысячу раз клянусь непорочностью этих благоухающих девственниц, у меня на плечах только одна голова. Я кладу руку на его грудь. Дорогой друг, если бы вы интересовались политикой, то вы бы знали, что коммунистическая фракция Пятого Всероссийского съезда Советов Рабочих, Красноармейских и Казачьих депутатов единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням. Он сочувственно качает головой. Но вы же не хотите мне зла, и поэтому умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. Что? У вас нет папиросной бумаги? Какое несчастье! Мои ледяные пальцы сжимают виски. Страшное дело, любовь. Недаром же в каменном веке самец, вооруженный челюстью кита, шел на самца, вооруженного рогами барана. О, женщина! Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу. Казань взятачих словаками. Англичане обстреливают Архангельск. В Петербурге — холера. Мне больше не нужно спрашивать себя, люблю ли я Ольгу. Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клестирный наконечник, а на завтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери, ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертна. На будущей неделе по купону номер два рабочие и продовольственные карточки начинают выдавать сухую воблу — полфунта на человека. Сегодня ночью я плакал от любви. В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что необходимо уничтожить класс буржуазии. Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше. Ольга, я прошу вашей руки. Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре месяце превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей? Итак, я согласна. Ее голова отрезана двуспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоаканаана на серебряном блюде была менее величественна. Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее виски толченым графитом фаберовского карандаша. Я горд и счастлив, как и радиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение. Сквозь кремовую штору продираются утренние лучи. Проклятое солнце, отвратительное солнце. Оно спугнет ее сон. Оно топает по комнате своими медными сапожищами, как ломовой извозчик. Так и есть. Ольга тяжело поднимает веки, посыпанные усталостью. Потягивается. Со вздохом поворачивает голову в мою сторону. Ужасно. Ужасно, ужасно. Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету. А получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы, как щепка. И в декабре совершенно не будете греть кровать. Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге. Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с буржуазными предрассудками, запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья. С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор. Я сказал, хорошо, не буду оспаривать. Письменный стол — это предмет роскоши. В конце концов, критику чистого разума можно написать и на подоконнике. Но кровать. Должен же я на чем-нибудь спать. Куда вы переезжаете? К жене. У нее есть кровать? Есть. Вот и спите с ней на одной кровати. Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею, и вообще я предпочел бы спать на разных. Вы как женились? По любви или в комиссариате расписались? В комиссариате расписались. В таком случае, гражданин, по законам революции, значит, обязаны спать на одной. Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дому и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон. Москва черна и безлюдна, как пять веков тому назад, когда городские улицы на ночь замыкались решетками, запоры которых охранялись решеточными сторожами. Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота. Если верить почтенному английскому дипломату, Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились. Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры. Если человек ходит с веселым лицом, на него показывают пальцы. А любовь раскроила мою физиономию улыбкой от уха до уха. Днем бы за мной бегали мальчишки. Сквозь зубцы Кремлевской стены мелкими светлыми капельками просачиваются звезды. Я смотрю на воздвигнутый Годуновым Ивановский столб и невольно сравниваю с ним мое чувство. Я готов ударить всполошные колокола, чтобы каждая собака, проживающая в этом сумасшедшем городе, разлегшемся подобно Риму и Византии, на семи холмах, знала о таком величайшем событии, как моя любовь. И тут же задаю себе в сотый раз отвратительнейший вопросик. А в чем, собственно, дело? Почему именно твоя страстишка, колокольня Ивана? Не слишком ли для нее торжественен ломбардно-византийский стиль? Гнусный ответик имеет довольно точный смысл. Таков уж ты человек. Тебе даже вонь, которую испускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью, а скорее приятно щекочет обоняние. Центральный исполнительный комитет принял постановление Советскую Республику превратить в военный лагерь. По скрипучей дощатой эстраде расхаживает танконогий оратор. Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать 10 их голов. Третью группу употребим на черной работе. Ольга стоит от меня в четырех шагах. Я слышу, как бьется ее сердце от восторга. Совет народных комиссаров решил поставить памятники Спартаку, Гракхам, Бруту, Бабефу, Марксу, Энгельсу, Бабелю, Лассалю, Жоресу, Лафаргу, Вальяну, Марату, Робеспьеру, Дантону, Гарибальди, Толстому, Достоевскому, Лермонтову, Пушкину, Гоголю, Радищеву, Белинскому, Огареву, Чернышевскому, Михайловскому, Добролюбову, Писареву, Глебу Успенскому, Салтыкову-Щедрину, Некрасову. Граждане четвертой категории получают одну десятую фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю. Ольга смотрит в мутное стекло. В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции. Можно распахнуть окно? Небо огромное, ветвисто, высокопарное. Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация. Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшение. По улице провезли полковую кухню. Благодаря воинственному виду сопровождающих ее солдат, миролюбивая кастрюля приняла величественную осанку тяжелого орудия. Мы почему-то с Ольгой всегда говорим на «вы». «Вы» словно ковш с водой, с которого льется холодная струйка на наши отношения. Простите-ка весть из фронта. Не хочется. У меня возвышенное настроение. А теперешние штабы не умеют преподносить баталии. Я припоминаю старое сообщение. Потоцкий роскошный обжор и пьяница потерял битву. Это о сражении с Богданом Хмельницким под Корсунем. Ветер бегает босыми скользкими пятками по холодным осенним лужам, в которых отражается небо и плавает лошадиный кау. Ольга решает. Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью. Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет. Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямоплечий старик с усталыми глазами застегивает шинель. Кто это? Генерал Брусилов. К моему братцу приставлены в качестве репетиторов три полководца, украшенных, как и большинство русских военачальников, старостью и поражениями. Если поражение становится одной из боевых привычек генерала, они приносят такую же громкую славу, как писание плохих романов. В таких случаях говорят, это его метод. Сергей протягивает руку Ольге. Он опять похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу. Мы усаживаемся в креслах. На письменном столе у Сергея лежат тяжелые тома суворовских компаний. На столике у кровати жизнеописание Скобелева. Я спрашиваю, чем, собственно говоря, ты собираешься командовать? Взводом или ротой? Фронтом? В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале 16-го столетия. Сергей смотрит на Ольгу. Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии. Сергей продолжает смотреть на Ольгу. Стратегия Дмитрия Донского, великого князя, московского Василия, Андрея Курбского, Петровеликских выскочек и Екатерининских орлов отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войска. Ольга достает папироску из золотого портсигара. Сергей смешно хлопает себя крыльями по карманам в поисках спичек. Я не в силах остановиться. Этот закон победы барон Герберштейн счел нужным довести до сведений своих сограждан и посланник английской королевы до сведения Томаса Чарда. Сергей наклоняется к Ольге. Чаю хотите? И соблазняет. Сахаром. Он роется в портфеле. Портфель до отказа набит бумагами, папками, газетами. Вот, кажется, и зря наохвастал. Бумаги, папки и газеты высыпаются на пол. Сергей на лету ловит какой-то белый комок. В линованной бумаге лежит сахарный отколочек. Берите, пожалуйста. Он дробит корешком Суворова обгрызок темного пайкового сахара. У меня к вам, Сергей Васильевич, небольшая просьба. Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании быть полезной мировой революцией. Такс. Розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет. Ну-с, вот я не говорю. И ничего не сказав, заулыбался. О чем вы хотели спросить меня, Сергей Васильевич? Он почесал за ухом. Хотел спросить, чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря. Да. Ложечка в стакане серая, алюминиевая. Вот. Я и хотел спросить, и почесал за вторым ухом. Делать-то вы что-нибудь умеете? Конечно, нет. Да. И он деловито свел брови. В таком случае вас придется устроить на ответственную должность. Сергей решительно снял телефонную трубку и, соединившись с Кремлем, стал разговаривать с народным комиссаром по просвещению. Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые, тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь. Ольга показывает глазами на босые ноги. Я бы на месте мужчин не желала ничего другого. Теплая кожа на икрах пунцовует. Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты будто бы для того, чтобы вылить воду из чана. Ольга говорит, вы бездарны, если никогда к ней не приставали. Ольга формирует агитационные поезда. Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя товарищ Мамашев. Это ее личный секретарь. Ветер крутит дома, фонари, улицы, грязные, серые солдатские одеяла на небе, ледяную, мелкосыпчатую крупу, отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях, бесконечную очередь у железнодорожного виадука, получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон, остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл, товарища Мамашева, Ольгу и меня. Ну и погодка, черт бы ее побрал. Товарищ Мамашев топорщит губы. А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль. И подпрыгивает козликом. Он мне никогда ни в чем не отказывает. Сдергивает гордо бровь. Замечательно относится. Делает широкий жест. Аккурат сегодня четыре мандата подписал. Тринадцать резолюций наложил под мою диктовку. Одиннадцать отношений хватает Ольгу подругу. Ходатайство в Совнарком аккурат на ваши обеденные карточки. В Реввоенсовет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева. В Президиум Высшего Совета народного хозяйства на железную печку для вашей Ольги Константиновны квартиры, записочку к председателю Московского Совета, записочку и выплевывает изо рта горсть льда. Ветер несет нас как три обрывка газеты. В деревнях нет швейных катушек. Центротекстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии пуд хлеба за катушку ниток. Отдел металла ВСНХ закрывает ввиду недостатка топлива ряд крупнейших заводов Коломенский, Сормовский и другие. Окна занавешаны сумерками, жалкими, измятыми и выленелыми как плохенькие ситцевые занавесочки от частых стирок. Марфуша вносит кипящий самовар. Четверть часа тому назад она взяла его с мраморного чайного столика и прижимая груди унесла в кухню чтобы поставить. Может быть он вскипел от ее объятий. Сергей перебирает любительские фотографические карточки. Кто этот красивый юноша? Он похож на вас, Ольга Константиновна. Брат самовар шипит. Бежал на Дон. В добровольческую? Да. Я смотрю в глаза Сергея. Станут ли они злее? Ольга опускает тяжелые суконные шторы цвета заходящего июльского солнца, когда заря обещает жаркий и ветреный день. Конечно, его глаза остались такими же синими и добрыми. Он кажется мне загадочным, как темная, покрытая пылью и паутиной бутылка вина в сургучной феске. Я не верю в любовь к сорока тысячам братьев. Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот никому не относится хорошо. Он внимательно разглядывает фотографию. В серебряном флюсе самовара отражается его лицо, перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружевной позолочной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках. Я говорю, тебе надо почаще смотреться в самовар. Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик. Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под идеала торчала его волосатая грязная нога. Между пальцами короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь потными черными комочками. Я выбежал в коридор, меня стошнило. А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых расплюснутых когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырил ее и поднес к носу. С подобной же нежностью я выковыриваю сейчас свою любовь и с блаженством подношу к носу. А когда я гляжу на Сергея, меня всего выворачивает наружу. Он вроде молодого купца из древлепечатного пролога, который уязвился ковдовице, люте истаивал, ходил неистов, якобы бесен. Совет народных комиссаров предложил наркомпросу немедленно приступить к постановке памятников. Из Курска сообщает, что заготовка конины для Москвы идет довольно успешно. Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик. Хлеб пахнет конюшней, плесенью петропавловских подземелий и от соседства с кружевным шелковым платком убегановским келька флюэром. Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев из портфеля. Девушка в белом переднике ставит на столик тарелки. У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение. Паташ смешали из жидкой смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышления. Ольга вытирает платочком тусклую ложку, французское кружево коричневеет. Кухонные оконцы как лошадь на морозе выдыхают туманы. Я завидую завсегдатая маленьких веселых римских попино, Овидию, Горацию и Цицерону. В кабачке белого барашка вдовушка Бервен недурно кормила росина. Ресторанчик мамаши Сагюет, облюбованный Тьером, Беранже и Виктором Гюго, имел добрую репутацию. Великий Гёте не стал бы писать своего Фауста в Лейпцигском погребке, если бы старый Ауэрбах подавал ему никуда негодные сосиски. Наконец, во время осады Парижа в 71-м году только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребона могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находились в городе, который был залит кровью, трепетал в лихорадке сражений и выл от голода. Ольга пытается сделать несколько глотков супа. Владимир, вы захватили из дома соль? Я вам вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны. Спасибо. С оттопыренных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюны. Должен вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика без знаменитости. Восторженная слюна пенится на его розовых губах, как Атлантический океан. Изысканнейшее общество. Он раскланивается, прижимая руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего в пристяжке. Обратите, Ольга Константиновна, внимание, аккурат, Евтихий Владимирович Туберозов. Европейское имя. Шесть аншлагов гранда опера. Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу. Аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини Елеонора Леонардовны Пирович буфет красного дерева рококо, волосяной матрас и люстру восемнадцатого века. Кухонные оконцы дышат туманами, скрипят челюсти. Девушка с усталыми глазами вывернула тарелку с супом на колени знаменитого художника, с которым только что поздоровался товарищ Мамашев. Петр Аристархич Велиулов аккурат с утренним поездом привез из Тамбова четыре пода муки, два мешка картошки, пять фунтов сливочного масла. Ольга вытирает лицо кружевным платочком. Товарищ Мамашев, вы не человек, а пульверизатор. Все меня оплевали. Простите, Ольга Константиновна. Девушка с усталыми глазами подала нам корейку восемнадцатилетнего Мерина. Петр Аристархич вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку из-под Монбасье. Товарищ Мамашев впивается в жестянку ястребиным взглядом. Он почти не дышит. В коробке из-под Монбасье оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует. Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами. Вороны висят на сучьях, словно живые черные листья. Не помню, в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, когда огонь полился рекою, каменьи распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла, и дерева обращались в уголь, и трава в залу, тоже раздирательно каркали вороны над посадом, Кремлем, за речьями и за городьем. В Москве поставили одиннадцать памятников великим людям и революционерам. Рабочие национализированной типографией Фиат Люкс отказались работать в холоде. Тогда районный совет разрешил разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоровертова. Ночью Марфуша притащила мешок сухих, гладко оструганных досок и голубых обрубков. Преступление свое она оправдала пословицей, гласившей, что в корчмивиш и в бане уси ровные дворяне. У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике. Купеческий голубой дом накалил до красна железную печку. В открытую форточку вплывает унылый бой кремлевских часов. Немилосердно дымят трубы. Двенадцать часов, а Ольги все еще нет. В печке трещит сухое дерево, будто крепкозубая девка щелкает каленые орехи. Когда доиграли невидимые кремлевские маятники, я подумал о том, что хорошо бы перевидать в жизни столько же, сколько перевидал наш детинец с его тяжелыми башнями, толстыми стенами, двурогими зубцами, с памятью следов от ржавых крючев, на которых висели стрелецкие головы, что зубец, то стрелец. Час ночи. Ольга сидит за столом, перечитывая бесконечные протоколы еще более бесконечных заседаний. Революция уже создала величественные департаменты и могущественных столоначальников. Я думаю о бессмертии. Бальзаковский герой однажды крикнул, бросив монету в воздух. Орел за Бога! Не глядите, посоветовал ему приятель, ловя монету на лету. Случай такой, шутник? Да чего же все это глупо? Скольким еще тысячелетиям нужно протащиться, чтобы не приходилось играть на орла и решку, когда думаешь о бессмертии? Ольга спрятала бумаги в портфель и подошла к печке. Сверкающий кофейник истекал пеной. Кофе хотите? Очень. Она налила две чашки. На фаянсовом попугай лежат разноцветные монпассии. Ольга выбрала зелененькую, кислую. Ах да, Владимир! Она положила монпассишку в рот. Чуть не позабыла рассказать. Ветер захлопнул форточку. Я сегодня вам изменила. Снег за окном продолжал падать и огонь в печке щелкать свои орехи. Ольга вскочила со стула. Что с вами, Володя? Из печки вывалился маленький золотой уголек. Почему-то мне никак не удавалось проглотить слюну. Горло стало узкой, переломившейся соломинкой. Ничего, я вынул папиросу. Хотел закурить, но первые три спички сломались, а у четвертой отскочила серная головка. Уголек, вывалившийся из печки, прожег паркет. «Ольга, можно вас попросить об одном пустяке?» «Конечно». Она ловко подобрала уголек. «Примите, пожалуйста, в ванну». Ольга улыбнулась. «Конечно». Пятая спичка у меня зажглась. Все так же падал за окном снег, и печка щелкала деревянные орехи. О московском пожаре 1445 года летописец писал «Выгорел весь город, так что ни единому древеси остатесе, но церкви каменные расподошесе и стены градные расподошесе». Ночь. Хрустит снег. Из-за выщербленной квадратной трубы вылезает золотое ухо казацкого солнышка. Каждый шаг приближает меня к страшному. Каждую легчайшую пушинку времени надо было ловить, прижимать к сердцу и нести с дружью и бежью. Казалось бы, так. В подворотне облезлого кривосколого дома большие старые сварливые вороны раздирают дохлую кошку. Они жрут вонючее мясо с жадностью и стервенением голодных людей. Дохлая кошка с расковыренными глазницами нагло, как вызов, задрала к небу свой сухопарый зад. Вот, мол, и смотрите мне под хвост со своим божественным равнодушием. Очень хорошо. С небом надо уметь по-настоящему разговаривать. На Державине в наши дни далеко не уедешь. Я иду дальше. Мой путь еще отчаянно велик, отчаянно долг. Целых полквартала до того семиэтажного дома. Заглядываю мимоходом в освещенное окно старенького барского особняка. Почему же оно не занавешено? Ах, да! Хозяин квартиры, Эрнест Эрнестч фон Дихт, шил себе брюки из фисташковой гардины. Эрнест Эрнестч был ротмистр гусарского сумского полка. У сумчан неблагонадежные штаны. Фон Дихт предпочел, чтобы ВЧК его арестовала за торговлю кокаином. Я вглядываюсь. Боже мой! Да ведь это же Маргарита Павловна фон Дихт. Она как недописанная восьмерка. Я никогда не предполагал, что у нее тело гибкое и белое, как итальянская макарона. Но кто же этот взъерошенный счастливец с могучими плечами и красными тяжелыми ладонями. Он ни разу не попадал с мне на нашей улице. В первую минуту меня поражает женское небрежение страхом и осторожностью. Во вторую я прихожу к другому, более логическому выходу. Супруг Маргариты Павловны, бывший ротмистр сумского гусарского полка, уже расстрелян. По всей вероятности, в начале этой недели, так как еще в субботу, на прошлой, у очаровательной Маргариты Павловны приняли передачу. Скромность уводит меня от освещенного окна. Какая мертвая улица. Казацкое солнышко, завернувшись в новенький бараний кожух, сидит на трубе. Хрустит снег. Семиэтажный дом смотрит на меня с противоположной стороны сердитыми синими очками, как старая дева с пятого курса медицинского факультета. Реликвия прошлого. В пролетарской стране, если она в течение первой четвертушки столетия не переродится в буржуазную республику, старые, по всей вероятности, все-таки останутся. Но девы вряд ли. Молодой класс будет слишком увлечен своей властью, чтобы обращать внимание на пустяки. Чем ближе я подхожу к вечности, тем и гривее становятся мои мысли. Не бросит ли в самом деле веселенький царский гривенек в воздух? Благо завалялся он в кармане от доковчеговых времен. Я не поклонник монархии. Решка за бессмертие. Случаю представляется случай покаверзничать. Гривенек блеснул в воздухе, как капелька упавшей с луны. Орел, черт побери. Противоположную сторону растек переулочек, стиснутый домами и завернутый в ночь, как узкая стройная женщина в котиковую допят шубу. В переулочке проживала когда-то дебелая вдова. Я называл ее моя крошка. Во вдове было чистого веса пять пудов тридцать фунтов. А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге драгоценных драгоценностей арабский писатель записал, никто из русов не испражняется наедине. Трое из товарищей сопровождают его непременно и оберегают. Все они постоянно носят при себе мечи, потому что мало доверяют друг другу. И еще потому, что коварство между ними дело обыкновенное. Если кому удастся приобрести, хотя мало имущества, то уже родной брат или товарищ тотчас начнет завидовать и домогаться, как бы убить его и ограбить. Казацкое солнышко напоминает мне веселый детский пузырь. Какой-то соплячок выпустил из рук бечевку и желтый шарик улетел в звезды. На углу дремлет извозчик. Чалая кобыла взглянула на меня равнодушным, полированным, подморенный дуб глазом. Лошади, конечно, наплевать. Двор грустный и брюнетистый, как помощник провизора. С четырех сторон мрачные, высоченнейшие стены, без всяких лепных фигурочек, закавычек и закругляшек. Мимо ворот проквыляла кляча. Пьяная потаскушка забористо выхрипывает. Ты, говорит, нахал, говорит, каких, говорит, немало. Все же, говорит, люблю, говорит, тебя, говорит, нахала. Поднимаюсь по черной лестнице. Железные ржавые перила, каменные, загаженные, вышерканные ступени и деревянные в бахроме облупившиеся клеенки, крашенные скукой двери чужих квартир. Сквозь мутное стекло глядят звезды. Лень тащиться еще два этажа. А что, ежели с пятого? Визгливый женский голос продырявил дверь. Я оглянулся в сторону затейных растеков и узорчиков собачьей мочи. Мягко и аппетитно чавкнула полено. Неужели по женщине? Мне пришла в голову счастливую мысль, что, может быть, некоторые старые способы в известных случаях приносят пользу. Луна состроила издевательскую рожу. Полез выше. 1919 год. Винтовку в руку рабочий и бедняк. В ряды продовольственных батальонов. В деревню кулацким амбаром за хлебом. Симбирские, уфимские, самарские кулаки не дают тебе хлеба. Возьми его у воронежских, вятских, тамбовских. Это называется катехизисом сознательного пролетария. Большевики дерутся, по всей вероятности, мужественно, на трех фронтах, четырех участках и в двенадцати направлениях. Из приказа Петра Первого. Кто с приступа бежал тому шельмованным быти, гоненный сквозь строй и лица их заплевав, казнены смертью. Из приказа нарком Военмора. Если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Еще. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от поля. Зато я ручаюсь перед лицом всей Красной Армии. Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Володя. На гробе патриарха Иосифа в Успенском соборе братино, чеканенная травами. По ободку ее велась надпись. Истинная любовь уподобится сосуду злату. Ему же разбитисья не бывает. А щепогнется, то разумно исправится. Дело обстояло довольно просто. На черной лестнице седьмого этажа в углу примастился ящик с отбросами. Селедочные хвосты, картофельная шелуха, лошадиные вываренные ребра. Я вылез из шубы и бросил ее на ящик. Потом снял с головы высокую из седого камчатского зверя шапку, чтобы она, боже упаси, не помешала мне как следует раскроить череп. На звезды наполз серебряный туман. Луна плавала в нем как ломтик лимона в стакане чая, подбеленного сливками. Надо было разбить толстое запакощенное стекло. Я стащил с левой ноги калошу и ударил. Стекло, хихикнув, будто его пощекотали подмышками, рассыпалось по каменной площадке и обкусанным ступенем довольно крутой лестницы. Некрепкий ночной морозец пробежал от затылка по крестцу, по ягодицам, поляшкам в потные трясущиеся пятки, словно за шиворот бросили горсть мелких льдяшек. Каркнула птица, в темноте она показалась мне фронтоватой, ее крылья трепыхались как фрачная накидка, светлый зуб был похож на тугую крахмальную грудь, а ведь в Париже еще носят фрак, мне захотелось взглянуть на то место, где через несколько минут должен был расплющиться окровавленный сверток с моими костьми и мясом. Я просунул голову. Какая мерзость! Узнаю тебя, мое дорогое отечество! Я выругался и плюнул с седьмого этажа. Мой возмущенный плевок упал в отвратительную кучу отбросов. Негодяи, проживающие поблизости от звезд, выворачивали прямо в форточку ящик с пакостиной. Селедочные хвосты, картофельная шелуха и лошадиные вываренные ребра падали с величественной высоты. Прошу поверить, что я даже в мыслях не собирался вскрывать себе вены, подражая великолепному другу Цезаря. Не лелеял мечту покончить жалкие земные расчеты прыжком с ломбардно-византийского столпа, воздвигнутого царем Борисом, который, по словам летописи, жил как лев, царствовал козной кучи. Нет, это уж слишком. Пришлось снова надеть калошу. У меня мрачное прошлое. В пятом классе гимназии я имел тройку за поведение, за то, что явился на бал в женскую гимназию с голубой хризантемой в петлице отцовского смокинга. Это было в Пензе. Легкий ночной морозец садился на щеки, кусал уши и щекотал перышком в ноздрях. Я извлек из мусорного ящика до камчатского зверя. Ветер трепыхал фрачную накидку на черной воршливой птице, ерошил мои волосы и сметал в кучу звезды. Плеяды лежали золотой горкой. На рукаве шубы сверкало несколько серебряных искорок селедочной чешуи. Я соскоблил их, застегнулся на все пуговицы и поднял воротник. Повесившись, надо мотаться, а оторвавшись «Скататься», сказал я самому себе и, упрятав руки в карманы, стал сходить вниз почти с легким и веселым сердцем. В коллегии продовольственного отдела Московского совета заслушан доклад доктора Воскресенского о результатах опытов по выпечке хлеба из гнилого картофеля. Вон на той полочке стоит моя любимая чашка. Я пью из нее кофе с наслаждением. Ее вместимость три четверти стакана, ровно столько, сколько требует мой желудок в десять часов утра. Кроме того, меня радует мягкая яйцеобразная форма чашки и расцветка фарфора, удивительные тона. Я вижу блягель, медянку, ярь и бакан венецейский. Мне приятно держать эту чашку в руках, касаться губами ее позолоченных краев. Какие пропорции? Было бы преступлением увеличить или уменьшить толстоту фарфора на листик папиросной бумаги? Конечно, я пью кофе иногда и из других чашек, даже из стакана. Если меня выдворят в тюрьму, как прихвостня буржуазии, я буду цедить жиденькую передачу из вонючей, чищенной кирпичом жестяной кружки. Точно так же, если бы Ольга уехала от меня на три или четыре месяца, я бы, наверное, пришел в кровать к Марфуши. Чашка быть для меня единственной в мире. Теперь вот о чем. Моя бабка была из строгой староверческой семьи. Я наследовал от нее брезгливость, высохший нос с горбинкой и долговатое лицо, будто свернутое в трубочку. Мне не очень приятно, когда в мою чашку наливают кофе для кого-нибудь из наших гостей, но все же я не швырну ее единственную в мире после того опол, как швырнула бы моя рассверепевшая бабка. Она научилась читать по слогам в 63 года, а я в 3 с половиной. В какой-то мере я должен признавать мочалку и мыло, не правда ли? А что касается Ольги, то ведь она, я говорю о том вечере, исполнила мою просьбу. Она приняла ванну. В Черни, Тульской губернии, местный совет постановил организовать фонд хлеба всемирной пролетарской революции. Ольга четверть часа тому назад звонил по телефону ваш любовник. Ольга сняла шляпу и стала расчесывать волосы большим черепаховым гребнем. Он просил вас прийти к нему сегодня в 9 часов вечера. Республиканцы обрастают грязью. Известинский хроникер жалуется на бани, которые все последнее время обычно бывают закрыты. Мы едем по завечеревшей Тверской. Глубокий снег скрипит под полозьями точно гигроскопическая вата. По тротуарам бегут плоские тенеподобные люди. Они кажутся вырезанными из оберточной бумаги. Дома похожи на аптечные шкафы. Через каждые 20 шагов сани непременно попадают в Рытвину. Я крепко держу Ольгу за талию. Извозчищи и армяк рассыпался складками как бальный веер фронтихи прошлого века. Мы едем молча. Каждый размышляет о своем. Я, Ольга и суровая спина возницы. На углу Камергерского наш гнедой конь врастает копытами в снег. Старенький, седенький, с глазами Микола чудотворца извозчик старается вывести его из-за цепенения. Сначала он уговаривает коня, словно малого детятю. Потом увещевает как подвыпившего приятеля. Наконец начинает орать на него как на своенравную бабу. Конь поводит ушами, корчит хребет, дыбит хвост и падает в снег. Мыльная слюна течет из его ноздрей. Розовые десны белеют. Наподобие глобусов ворочаются в орбитах огромные страдальческие глаза. Я снимаю шапку. Почтим смерть. Она во всех видах загадочно и возвышенно. Гнедой Мерин умирает еще более трагически, чем его двуногий господин и повелитель. Я беру Ольгу под руку. Идемте. С отчания седенький Микола чудотворец принимается стягать изо всех селенок покойника и выкручивает ему хвост. Ольга морщит брови. На нынешние недели подо мной падает четвертая лошадь. Конский корм выдают нам по карточкам. Это бессердечно. Надо сказать морфуши, чтобы она не брала жмыхов. Ольга вынимает из уха маленький бриллиантик и отдает извозчику. Мы идем вниз по Тверской. На площади из-под полы продают краюшки черного хлеба, об куски сахара и поваренную соль в порошочках как пирамидон. Около метрополя Ольга протягивает мне свою узкую серую перчатку. Вы меня сегодня Владимир не ждите. Я по всей вероятности пойду на службу прямо от Сергея. Хорошо. Я расстегиваю пуговку на перчатке и целую руку. Скажите моему братцу, что книгу, которую он никак не мог раздобыть, я откопал для него у старьевщика. Ольгу заметает вертушка метропольского входа. Я стою неподвижно. Я думаю о себе, о россиянах, о России. Я ненавижу свою кровь, свое небо, свою землю, свое настоящее, свое прошлое. Эти святыни и твердыни, загаженные татарами, ляхами, литовцами, французами и галштинскими царями. Дубовый город, срубленный колитой. Город камен, поставленный Владимиром и ломанный до подошвы Петром. Эти церковь кирепками, купола свеколками и колокольницы морковками. Наполеон, который плохо знал историю и хорошо ее делал, глянув с Воробьевой горы на кремлевские зубцы, изрек. Гордые стены. С чего бы это? Не потому ли, что веков шесть тому назад под грузной сенью башен, полубашен и стрельниц с осадными стоками и лучными боями русский царь кормил овсом из своей высокой соболей шапки татарскую кобылу? А кривоносый хан величаво сидел в седле, покрякивал и щекотал брюх коню? Или с того, что Гетман Жалкевский поселился с гайдуками в Борисовском дворе, мял московских боярынь на великокняжеских перинах и брецал в карманах городскими ключами? А грозный вонзал в холодные ступни четырехгранные острие палки, полученные некогда московскими великими князьями от диат Крима и переходившие из рода в род как знак покорности. Мало? Но тогда напоследок погордимся еще царем Василий Ивановичем Шуйским, которого самозванец при всем честном народе выпорол плетьми на взорном месте. Владимир Васильевич, Владимир Васильевич, я оборачиваюсь. Здравствуйте. Товарищ Мамашев приветствует меня жестом Патриция. Честь имею. Он прыгает петушком вокруг большой крытой серой машины. Хороша. 120 аккурат лошадиных сил. И треплет ее по жилистой шее как рыцарь ломанческий своего воинственного рассинанта. Шофер, закованный в кожаный лат и добродушно косит глазами. 20 сил, товарищ Мамашев. Товарищ Мамашев выпячивает на полвершка нижнюю губу. Товарищ Петров, не верю вам. Не верю. Я смотрю на две тени в освещенном окне третьего этажа. Потом закрываю глаза, но сквозь опущенные чтобы не вскрикнуть, стискиваю челюсти. Ну, товарищ Петров, а как Мамашев пухнет Ефраим Маркч? В полном здравии. Очень рад. Я поворачиваюсь спиной к зданию. Спина разыскивает освещенное окно третьего этажа. Где же тени? Где тени? Спина шарит по углам своим непомерным суконным глазом. Находит их, кричит, потому что у нее нет челюстей, которые она могла бы стиснуть. Ну, а в реввоенсовете у вас все, товарищ Петров по-старому, никаких таких особых понижений, повышений. Товарищ Мамашев снижает голос на басовые ноты. Назначение, перемещение, по-старому. Вчера вот в пять часов утра заседать кончили. Ефраим Маркч, метропольская вертушка, выметает поблескивающее пенсне Склянского. Товарищ Мамашев почтительно раскланивается. Склянский быстрыми шагами проходит к машине. Автомобиль уезжает. Товарищ Мамашев поворачивает ко мне свое неподдельно удивленное лицо. Странно, Ефраим Маркч меня не узнал. Я беру его под локоть. Товарищ Мамашев, вы все знаете. Его мягкие оттопоренные уши краснеют от удовольствия и гордости. Я, товарищ Мамашев, видите ли, хочу напиться. Где спиртом торгуют, вы знаете? Он проводит по мне презрительную синенькую черту своими важными глазами. Ваш вопрос, Владимир Васильевич, меня даже удивляет и поднимает плечи душей. Аккурат знаю. Товарищ Мамашев расталкивает целовальника. Воно, Воно. Воно в грязных исподниках с болтающими сетисемками в грязной ситцевой цветочками рубахи спит на голом матрасе. Полосатый тик в гнилых махрах, в провонях и кровоподтеках. Вставай, кацо. Словно у ревматика скрипят ржавые некрашенные кости кровати. Грозная вымясная жирношея баба скребет буланный хвост у себя на затылке. Толхай ты, голубчик, его прохлятого супруга моего крепче. Черный клуб величиной в штанинную пуговицу мечтательно выползает из облупившейся обойной щели. Воно поворачивается, сопит, подтягивает порты, растирает твердый, как молоток пятки и садится. Чего тебе? Спирту тебе? Дороже спирт стал. Хочешь бери, хочешь не бери, хочешь пей, хочешь гуляй так. Чихал я. Он засовывает руку под рубаху и задумчиво чешет подмышкой. Волосы у Воно на всех частях тела растут одинаково пышно. Мы соглашаемся на подорожание. Воно приносит в зеленой пивной бутылке разбавленный спирт, ставит прыщавые чайные стаканы, кладет на стол луковицу. Соли нет, к отцу. Хочешь ешь, хочешь не ешь, плакать не буду. Воно видел плохой сон. Он мрачно смотрит на жизнь и на свою могучую супругу. Я разливаю спирт, расплескивая по столу и переплескивая через край. В тринадцатом веке водку считали влажным извлечением из философского камня и принимали только по каплям. Я прокидываю в горло стакан. Захлебываюсь пламенем и горечью. Гримаса перекручивает скулы. Приходится оправдываться. Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой. На пороге комнаты вырастают две новые фигуры. Товарищ Мамашев прижимает руку к сердцу и раскланивается. У вошедшего мужчины широкополая шляпа и борода испанского гранда. Она стекает с подбородка красноватым желтком гусиного яйца. Глаза у него светлые, грустные и возвышенные. Нос тонкий, безноздрый, почти просвечивающий. Фолиантовая кожа впилась в плоские скулы. Так впивается в руку хорошая перчатка. На женщине необычайные перья. Они увяли как цветы. В 1913 году эти перья стоили очень дорого на рю-де-ля-те. Их носили дамы, одевающиеся у Пакена, у Ворта, у Шанеля, у Пуаре. На женщине желтый палантин, который в прошлом был той же белизны, что и кожа на ее тонкокосном теле. Осень горностая напоминает осень березовых аллей. Женщина увешана драгоценностями. В дорогих оправах сияют фальшивые бриллианты. Чувствуется, что это новые жильцы. Они похожи на буржуа военного времени, вошедшие одеты в атлас, такой же выцветшей, как ее глаза. Венецианские кружева побурели и обвисли, как ее кожа. Еще несколько месяцев тому назад эта женщина в этом наряде, по всей вероятности, была бесконечно смешна. Сегодня она трагична. Товарищ Мамашев приветствует баловня Мус и его прекрасную даму. Слова звучат, как фанфары. Женщина протягивает пальцы для поцелуя, баловень Мус снимает испанскую шляпу. Воно ставит на стол зеленую бутылку. Я пью водку, закусываю луком и плачу. Может быть, я плачу от лука, может быть, от любви, может быть, от презрения. Баловень Мус делает глоток из горлышка и выплевывает. К отцу обязан знать, что прадед поэта носил титул всепьянейшества и был удостоен трех почетнейших наград. Сивалдая в петлицу, бокала на шею и большого штофа через плечо. Воно приносит бутылку неразведенного спирта. Я закрываю лицо и вижу гаснущий свет в окне третьего этажа. Я зажимаю уши, чтобы не слышать того, что слышу через каменные стены, через площадь и три улицы. Дверь с треском распахивается. Детина в пожарной куртке с медными пуговицами и с синими жилами обводит комнату моргающими двухфунтовыми гирями. У дитины двуспальная рожа будто только что вытащена из огня. Рыжая борода и рыжие ноздри посеребрены кокаинами. Баловень Мус интересуется моим мнением о скифских стихах о Видии. Я говорю, что Назон необыкновенно воспел страну, которую, по его словам, не следует посещать счастливому человеку. Мой собеседник предпочитает Вергилия. Он нараспех читает мне о валах, выдерживающих на своем хребте окованные железом колеса, о лопающихся от холода медных сосудах, о замерзших финнах, которые рубят топором, о целых дубах и вязах, которые скифы прикатывают кочегам и придают огню. Я лезу в пьянеющую память и снова выволакиваю оттуда Назона. Его конские копыта, ударяющие отвердые волны, его сарматских быков, везущих варварские повозки по ледяным мостам, говорю о скованных ветрами лазурных реках, которые ползут в море скрытыми водами, о скифских волосах, которые звенят при движении от висящих на них сосулек, о винах, которые, будучи вынутыми из сосудов, стоят, сохраняя их форму. В конце концов, мы оба приходим к заключению, что после Латинин о Пушкине смешно говорить даже под пьяную руку. Баловень мус мычит презрительно. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Товарищ Мамашев спит рядом с могучей, вымястой бабой на голом в провонях матрасе. Женщина с увядшим горностаем роняет слезу о своем друге Анатоле Франции. Пожарный, оборвав крючки на ее выцветшем атласном лифе, запускает красную пятерню заблеклое венецианское кружево. После непродолжительных поисков он вытаскивает худую, длинную, землистую грудь, мнет ее как салфетку и целует в сморщенный сосок. Метель падает не мягкими хлопьями холодной ваты, не рваными бумажками, не ледяной крупой, а словно белый проливной ливень. Снег над городом, седые космы старой бабы, которые ходят пятками по звездам. Пошатываясь, я пересекаю улицу. В метельной неразберихе натыкаюсь на снежную память. Сугробище гораздо жестче, чем пуховая перина. Я теряю равновесие. Рука хватается за что-то волосатое, твердое, обледенелое. Хвост. Лошадиный скрикиваю, пытаюсь подняться и раздираю до крови вторую руку, обоскаленные, хохочущие, мертвые лошадиные десны. Вскакиваю, бегу, позади дребезжит свисток. Метель вздымает меховые полы моей шубы. Я, наверное, похож на глупую, прикованную к земле птицу с обрезанным хвостом. Вот и наш переулок. Он узок, ровен и бел. Будто упала в ночь подтаявшая стереновая свеча. В окне последнего одноэтажного домика загорелся свет. Подожгли фитиль у свечи. Кто это там живет? Я долго и безуспешно роюсь в карманах, отыскивая ключ от английского замка входной двери. Какая досада должно быть потерял у трупа. Надо непременно завтра или послезавтра отправиться на то место и поискать. Мертвая лошадь на самый худой конец пролежит еще дня три. Но кто же все-таки благоденствует в одноэтажном домике? Ах, и как это я мог запамятовать? Под крышей, обрамленной пузатыми амурами, проживает очаровательная Маргарита Павловна. Я до сих пор не могу забыть ее тело, белая и гибкая, как итальянская макарона. Не так давно Маргарита Павловна вышла замуж за бравого постового милиционера из 26-го отделения. Я пробегаю церковную ограду, каменные конюшни, превращенные в квартиры, и утыкаюсь в нашу дверь. Звоню. По коридору шлепают мягкие босые ноги. Мне делается холодно за них. Щелкает замок. Из-за угла выскакивает метель. Я открываю рот, чтобы извиниться перед Марфушей и не изменяюсь. Метель выхватывает из-за ее рук дверь, врывается в коридор, срывает с голых круглых как арбузы плечей зипунишка, кое-как наброшенной с просунья, и вспузыривает над коленными плошечками розовую широкую влажноватую ночным теплом рубаху. Слова и благоразумие я теряю одновременно. Ольга почему-то не осталась ночевать у Сергея. Она вернулась домой часа в два. Я слышал с оборвавшимся дыханием, как повернулся ее ключ в замке, как бесшумно на цыпочках миновала на коридор, подняла с пола мою шубу и прошла в комнаты. Найдя кровать пустой, она вернулась к Марфушиному чуланчику и, постучав в перегородку, сказала «Пожалуйста, Владимир, не сосыпайте сразу после того, как осушите до дна кубок наслаждения. Я принесла целую кучу новых стихов и мажинистов. Вместе повеселимся». Тифозники валяются в больничных коридорах, ожидая очереди на койки. Вши именуются врагами революции. Из Прикаспия отправлено в Москву верблюжье мясо. В воскресенье в два часа дня в каретном ряду состоялась торжественная закладка Дворца народа. Разрабатывается проект постройки при Дворце театра на пять тысяч человек, который по величине будет вторым театром в Европе. Все семейство в сборе. Ольга сидит на диване, поджав под себя ноги и дымит папиросой. Марфуша возится около печки. Сергей собирает шахматы. Он через несколько дней уезжает на фронт. Несмотря на кавалерийские штаны и им на стерку, туго стянутую ремнем, вид у Сергея глубоко штатский. Он попыхивает уютцем и теплотцой. Точно старинная печка с извращатыми прилепами, валиками и шкафными столбиками. Я выражаю опасения за судьбу Родины. У тебя все данные воевать по старому русскому образцу. И рассказываю о компании 1571 года, когда хитрый российский полководец, вышедший навстречу к татарам с 200-тысячной армией, предпочел на всякий случай сбиться с пути. А точный историк возьми да и запиши для потомства. Сделал он это, как полагают, с намерением, не смея вступить в битву. Сергей спрашивает, хочешь, я дам записку, чтобы тебя взяли обратно в приват до центы. Все, что тебе необходимо выболтать за день, выболтывай с кафедры. Я соглашаюсь на условия и получаю пространную записку к Анатолию Васильевичу. Сергей очень ловко исполнил Ольгину просьбу. Мне самому не хотелось тревожить высокопоставленного братца. Мы приятничаем горячим чаем. Марфуша притащила еще охапку мелко нарубленных дров. Она покупает их фунтами на бронной. Жители Бурничевской и Коробинской Волости Козельского уезда объявили однодневную голодовку, чтобы сбереженный хлеб отправить красным рабочим Москвы и Петрограда. Мечтатель. Кто? Мечтатель, говорю. Кто? Да ты. По ночам должно быть не спишь, воображая себя красным, мининым и пожарским. Ольга мнет бровь. Пошленьким оружием сражается Владимир. Имею основание предполагать, что когда разбушевавшаяся реченка войдет в свои иристые бережочки, весь этот социальный бурничевско-коробинский патриотизм обернется в разлюбезную гордость жителей уездного лесковского городка, который следующим образом восторгались купцом своим Никоном Родионовичем Масленниковым. Вот так человек, что ты хочешь, сейчас он с тобой может сделать. Хочешь вострок тебя посадить, посадит. Хочешь плетюганами отшлепать или так в полице розгами отограть, тоже сейчас он тебя дерет. Два слова городничему повелит или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого себе человека имеем. Прибыло два вагона тюленьего жира. За заставы Москвы ежедневно тянутся вереницами ломовые, везущие гробы. Все это покойники, которых родственники везут хоронить в деревню, так как на городских ладбищах за отсутствием достаточного числа могильщиков нельзя дождаться очереди. Поставленный несколько дней тому назад в Александровском саду памятник Робеспьеру разрушен неизвестными преступниками. Сергей в собственном салон-вагоне из бывшего царского поезда уехал воевать. Сегодня утром Ольга вспомнила, что Сергей уехал в обыкновенных нитиных носках. Я разделила ее беспокойство. Если бы у наполеоновских солдат были теплые портянки, мы с вами Ольга немножко хуже знали бы географию. Корсиканцу следовало наперед почитать ростопчинские афиши. Градоправитель не зря болтал, что карликам дощегалкам у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазибать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. Ольга сказала, едемте на Сухаревку. Я не желаю, чтобы Великая русская революция угодила на остров Святой Елены. Я тоже. Тогда одевайтесь. Я подошел к окну. Мороз разрисовал его причудливейшим серебряным орнаментом Египет, Рим, Византия и Персия. Великолепное и расточительное смешение стилей, манер, темпераментов и воображений. Нет никакого сомнения, что самое великое на Земле искусство будет построено по принципу коктейля. Ужасно, что повара догадливее художников. Я дышу на стекло. Ледяной серебряный ковер плачет крупными слезами. Что вас там интересует, Владимир? Градусы. Синенькая спиртовая ниточка в термометре короче вечности, которую мы обещали 18 лет своим возлюбленным. Я хватаюсь за голову. 27 градусов ниже нуля. Ольга злоузит глаза. Наденьте вторую фуфайку и теплые подштаники. Но у меня нет теплых подштанников. Я вам с удовольствием дам свои. Она идет к шкафу и вынимает бледно-сиреневые ритузы из ангорской шерсти. Я нерешительно мну их в руках. Но ведь эти бриджи носят под юбкой. А вы их наденьте под штаны. С придушиной хрипотцой читаю марку. Лоуэр. Лоуэр. Да. Лоуэр. Лондонский значит. Ольга не отвечает. Я мертвеющими пальцами разглаживаю фиолетовые бантики. С ленточками. Она поворачивает лицо. С ленточками. Брови повелительно срастаются. Ну? Я еще пытаюсь отдалить свой позор. Выражаю опасения маловаты. В горле першит. Да и крой не очень, что подходящий треснут еще, пожалуй. Я расправляю их в шагу. Она не беспокойтесь, не треснут. А вдруг пошел. Она потеряла терпение. Снимайте сейчас же штаны. По высоте тона я понял, что дальнейшее сопротивление невозможно. Да и необходимо ли оно? Что такое в сущности бледно-сиреневые ритузы с фиолетовыми бантиками перед любовью, которая двигает мирами? Жалкое испытание. Я слишком хорошо знаю, что замухрявенькую избенку и ту самой обыденкую можно построить многими способами и в обла, и в лапу, и в пресек, и в крюк, и во хряпку, и скобой, и сковородником. А любовь? Ольга, что? Я снимаю штаны. Очень рада за вас. Со спокойным сердцем я раскладываю на кровати мягкие бледно-сиреневые ноги, отсеченные ниже колен, сажусь в кресло и почти весело начинаю высвобождать черные шейки брючных пуговиц, из ременных петелек подтяжек. В конце концов, на Яру Сухаревке при 28 градусах мороза в теплых панталонах из ангорской шерсти с большим спокойствием можно отыскивать для своего счастливого соперника пуховые носки. Мы подъехали к башне, которая, как чудовищный магнит, притягивает к себе разбитые сердца, пустые желудки, жадные руки и нечистую совесть. Я крепко держу Ольгу под руку. Ноги скользят. Мороз превратил горячие ручейки зловоний, берущих свое начало под башенными воротами, в золотой лед, а человеческие отбросы в камни. Об них ломают зубы вихрастые дворняги с умными глазами, бездомные були с чистокровными мордами, которые можно принять за очень старые монастырские шкатулки, голодные борзые с породистыми стрекозьими ногами и бродячие доги, полосатые как тигры. На сковородках шипят кровавые кружочки колбасы, сделанные из мяса полного загадочности. В мутных ведрах плавают моченые яблоки, сморщившиеся от собственной брезгливости. Рыжие селедки истекают ржавчиной, разъедая вспухшие руки торговок. Мы продираемся сквозь толпу орущую, гнусавящую, предлагающую, клянчащую. Я говорю, это кладбище и по всей вероятности самое страшное в мире. Я никогда не видел, чтобы мертвецы занимались торговлей таким веселым делом. Ольга со мной не согласна. Она уверяет, что совершается нечто более ужасное. Что же, прекраснейшее изражение производит на свет чудовище? Я прошу объяснений. Неужели же вы не видите чего? Что революция рождает новую буржуазию. Она показывает на плоскоплечевого парня с глазками маленькими, жадными, выпеченными, красными и широко расставленными. Это не глаза, а соски на мужской груди. Парень торгует английским шевиотом, парфюмерией коти, шелковыми чулками и сливочным маслом. Мы продираемся вперед. Неожиданно я опускаю руку в карман и натыкаюсь в нем на другую руку. Она судорожно пытается вырваться из моих тисков, но я держу крепко. Тогда рука начинает сладострастно гладить мое бедро. Я боюсь обернуться. Я боюсь взглянуть в лицо с ботиселевскими бровями и ртом джаконды. Женщина, у которой так узкокисти, так нежны пальцы, не может быть скуластой и широконоздрой. Я выпускаю руку воровки и, не оглядываясь, иду дальше. Старушка в чиновничьей фуражке предлагает колечко с изумрудиком, похожим на выдранный глаз черного кота. Старый генерал с запотевшим моноклем в глазу и в продранных варежках продает бутылку Мадеры 1823 года. Лицо у генерала глупое и мертвое, как живот без пупка. Еврей с отвеслыми щеками торгует белым фрачным жилетом и флейтой. У флейты такой грустный вид, будто она играла всю жизнь только похоронные марши. Ольга, мы, кажется, не найдем пуховых носков. Она не отвечает. Мороз, словно хозяйка, покупающая своза арбуз, пробует мой череп с хрупом или без хрупа. Женщина в каракулевом манто и емщицких валенках держит на плече кувшины старокота. Маленькая девочка с золотистыми косичками и провалившимися куда-то глазами надела на свои дрожащие кулачки огромные резиновые калоши. У нее ходкий товар. Рождающимся под Сухаревской башней буржуа в первые пятьдесят лет вряд ли понадобятся калоши ниже четырнадцатого номера. Ольга, как вы себя чувствуете? Превосходно. Физиономия продавца бархатной юбки белее облупленного крутого яйца. Я сумасшедше принимаюсь растирать щеки обледенелой перчаткой. А вот и пуховые носки. Я оборачиваюсь. Что за монах? Багровый нос свисает до нижней губы. Не мешало бы его упрятать в голубенький лифчик, как грудь перезрелой распутницы. Во мне бурлит гнев. У такого монаха, мне думается, я не купил бы даже собственной жизни. Ольга мнет пух, надевает носки на руку. Тепленькая. Я пытаюсь обратиться к революционной совести. Она сует мне купленные носки, предлагает ехать обратно на трамвае, так как сегодня его последний день. После случая с ангорскими ритузами, я твердо решил раз и навсегда отказаться от возражений. В течение получаса нам довелось переиспытать многое. Мы висим на подножке, рискуя оставить пальцы примерзшими к железу. Нас, словно марлевые сетки, пронизывает ледяной ветер на задней площадке. Нас мнут, комкают, расплющивают внутри вагона. И только под конец удается поблагодушевствовать на перинных коленях в сухаревской торговке селедками. Я не могу удержаться, чтобы не шепнуть Ольге на ухо. Однако, даже в революции не все плохо. Уже завтра, когда она прекратит трамвайное движение, я прощу ей многое. Марфуша до красна накорила печку. Воздух стал дряблым, рыхлым и потным. Висит на невидимой веревке, темной банной простыней. Ольга сидит в одних ночных сафьяновых туфельках, опушенных белым мехом. Ее розовая ступня словно в пене морской волны. На голых острых коленях лежит шелковая ночная рубашка, залитая топленым молоком кружев. Рубашка еще тепла, теплотой тела. Ольга, что вы собираетесь делать? Ловить в шеи. Римский натуроиспытатель Плиниус уверял, что мед истребляет его раньше. Мы бы купили бидончик на Сухаревке. Я завидую Ольгу вашему страху смерти. Раздевайтесь тоже. Ни за что в жизни. Почему? Я буду вам мстить. Я хочу погибнуть из-за пуховых носков вашего любовника. Считайтесь тем, что ваш тифозный труп обкусают собаки. Несколько дней тому назад товарищ Матрозов делал доклад в Московском совете о похоронных делах. В морге нашего района, рассчитанном на 12 персон, валяется 300 мертвецов. Ох! Вынесено постановление принять меры к погребению в общих могилах, для рытья которых применять окопокопательные машины. Впечатление потрясающее. Я вскакиваю и с необъяснимой ловкостью циркового шута в одно мгновение сбрасываю себе пиджак, жилетку, воротничок, галстук и рубашку. Ольга торжествует. Я шеплю, какое счастье жить в историческое время. Разумеется. Воображаю, как нам будет завидовать через два с половиной века наше пустое позднее потомство. Особенно французы. Эти бывшие ремесленники революции. Почему бывшие? Потому что они переменили профессию. Ольга роется в шелковых складках. Не думаете ли вы, что они к ней вернутся? Вряд ли. Французы вошли во вкус заниматься делом. Кружево стекает с ее пальцев и переливается через ладони. Это все от ненависти к иностранцам. Да, чтобы не покупать у немцев пирамидон и у нас сливочное масло. Но мы им отомстим. Каким образом? Мы их попробуем уговорить питаться нашими идеями. Несмотря на всю свою скаридность, французы довольно наивны. Они уже теперь учатся у нас писать романы таким же дурным литературным стилем, как Толстой, и так же скучно, как Достоевский. Но, увы, им это не удается. Мы ведем разговор в полутонах и улыбки сосредоточенно охотясь за врагами революции. Но мне в жизни безумно не везет. Первую вошь ловит женщина. Ольга, если вы жаждете славы, не убивайте ее. Поступите как император Юлиан. Вошь, свалившуюся с головы, он впускал себе обратно в бороду. И верноподданные прославили его сердце. Надо уметь зарабатывать бессмертие. Способ Юлиана не самый худший. Ольга не желает бессмертия. Она даже при создании этого крохотного чудовища был остроумнее, чем когда-либо. Я почти с поэтическим вдохновением описываю острую головку, покрытую кожей, твердой, как пергамент, глазки выпуклые, как у еврейских красавиц, и защищенные движущимися рожками, короткую шею, наконец, желудочек, работающие молниеносно. Наша кровь сперва густая и черная становится уже красной и жидкой в кишечках и совсем белой в жилочках. А это замечательное туловище, покрытое тончайшей прозрачной чешуйкой с семью горбиками на боках, благодаря которым чудовище может с комфортом располагаться и удерживаться на наших волосах. А эти тонюсенькие ножки, увенчанные двумя ноготками, достаточно. Я умолкаю. Поразительное насекомое гибнет под рубиновым ноготком моей жестокосердной супруги. Совет народных комиссаров постановил изъять из обращения в пассажирских поездах вагоны первого и второго класса и принять немедленно меры к переделке частей этих вагонов в вагоны третьего класса. В ближайшее время предполагается пустить вход паровичок, который заменит собой трамвай по линии от Страстного бульвара до Петровско-Разумовского. Завтрашнего дня прекращается освещение города газом. Представители Союза работников театра заявили в Совете рабочих депутатов, что в случае совершенного прекращения тока в Москве театры примут меры для замены электричества другим освещением. На 23 февраля объявлена всеобщая трудовая повинность по очистке улиц от снега и льда для всего мужского и женского здорового населения в возрасте от 18 до 45 лет. Я целую Ольгу в шею, в плечи, в волосы. Она говорит, расскажите мне про свою любовницу. У нее глаза серые как пыль, губы туз червей, волосы проливаются из ладони и ручеками крови. Ольга узнает себя. Боже, какое несчастье иметь мужем пензенского кавалера. Увы. Дайте папироску. Я протягиваю руку к ночному столику. За стеной мягко прошлепывают босые ноги. Ольга поднимает многозначительный палец. Она. Марфуша подбрасывает дрова в печку, а у меня вспыхивают кончики ушей. Ольга закуривает. Итак, поговорим о вашей любовницей. У нее, наверное, красивая розовая спина, жаркая, как плита. Немножко широка. По крайней мере, не торчит позвоночник. Она поворачивается на бок, вроде моего, и вздыхает. Бамбуковая палка, которую выколачивают из ковров пыль. Флейта. Я целую ее в рот. Она морщится. Вы мешаете мне разговаривать. После поцелуя у меня в ушах остается звон, как от хины. А что вы скажете об ее животе? Да рассказывайте же, или я умру от скуки в ваших объятиях. Я смотрю в Ольгины глаза и думаю о своей любви. Моя икона никогда не потускнеет. Для ее подновления мне не потребуется ни вохра слезуха, ни празелень греческая, ни багр немецкий, ни белила кашинский, ни червлень, ни сурик. Словом, я не заплатил бы ломаного гроша за все секреты старенных мастеров из оружейной серебряной палаты иконного воображения. Прекращено пассажирское железнодорожное движение. Народным комиссариатом по просвещению разработан проект создания пяти новых музеев. Первое Московского национального, второе Русского народного искусства, третье Восточного искусства, четвертое Старого европейского искусства и пятое Музея церковного искусства. Я сегодня читал в университете свою первую лекцию о каменном веке. Беспокойный предмет. Три раза меня прервали свистками и аплодисментами. На всякий случай отметил в записной книжке чересчур современные места. Первое. Для того, чтобы каменным или костяным инструментом выдолбить лодку, требовалось три года, и чтобы сделать корыто, один год. Второе. Так как горшки их были сделаны из корней растений, для разогревания пищи бросали в воду раскаленные камни. Третье. Они плавали по рекам на шкурах, привязывая их к хвостам лошадей, которых пускали в плавь. Олухи, переполнившие аудиторию, воображали, что я подпускаю шпилечки. На улице позади себя я слышал, какая смелость. В следующий раз надо быть поосторожнее. Колчак сказал, порка это полумера. В Саратовской губернии крестьянские восстания. В 22 властях введено осадное положение. С начала зимы в республике заболело сыпным тифом полтора миллиона человек. Я объезжаю на лесенке подкованной колесиками свои книжные шкафы. Потрепанная армия, поредевшие батальоны. Ольга читает только что полученное письмо от Сергея. Я восклицаю, Ольга, ради наших с вами прожорливейших в мире желудков я совершил десятимесячный бесславный поход. Я усеял трупами, переплетенными в софьян и отмеченными экслибрисами книжной ловчонки Никитской, Моховой, Леонтьевского и Камергерского. Выразите же мне Ольга сочувствие. Не отрываясь от письма она промямливает и не подумаю вы бессердечны. Я подъезжаю к флангу, где выстроились остатки моей гвардии. Свитки пятнадцатого века, клеменные лилиями, кувшинчиками, арфами, ключами с бородками вверх, четвероконечными крестами, рукописи шестнадцатого века, просвечивающие бычьими головами, бегущими единорогами, скачущими оленями, наконец, фолианты семнадцатого века с жирными свиньями. По заводскому клейму, выставленному на бумаге, можно определить не только возраст сокровища, но и душу времени. Ольга вскрикивает, это замечательно. У нее дрожат пальцы и блестят глаза, серая пыль стала серебряной. Что замечательно? Сергей расстрелял Гогу. Я досадительно кряхчу. У спасителя родины были нежные губы, обиженные девочки и чудесные пальцы. А у Сергея руки мюнхенского булочника. С такими руками не стоит жить на свете. В Симбирской, Пензенской, Тамбовской и Казанской губерниях крестьянские восстания. Волости, уезды, города на военном положении. Сегодня по купону номер 21 продовольственные карточки выдают спички по одной коробке на человека. Лениным и Цурюпой отправлены на места телеграмма. Москва, Петроград, рабочие центры задыхаются от голода. По сообщению из Версаля, Верховный Совет Антанты держится того взгляда, что блокада Советской России должна продолжаться. Туркестанский фронт. После упорного боя нами оставлено соленое займище. После упорного боя наши части в 55 верстах юго-западнее Уральска отведены несколько севернее на новые позиции. Восточный фронт. На реке Вагай наши части отводятся к реке Ашлик. Севернее Тобольска наши части под давлением противника несколько отошли вверх по реке Иртышу. Деникин взял Орел, Юденич взял Гатчину. Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению объявляет конкурс на составление проекта постоянного памятника в память Парижской коммуны 71-го года. Река Синяя и холодная Ее тяжелое тело лежит в каменных берегах точно в гробу. У столпившихся и склоненных над ней домов трагический вид. Неосвещенные окна похожи на глаза потемневшие от горя. Автомобили скользят по мосту подобно конькобежцам и сегодня больше, чем обычно. Кажется, что они описывают ненужные бесцельные круги вдоль кремлевских зубцов с гусенками, вдоль тяжелых перил, башен и полубашен с шатрами и вышками из бутого камня и кирпича полевых сараев, крепленного известью, крухой и мелью с кряцем. Сухаревка уже разнесла по Москве слухи об убегающих в Сибирь комиссарах, о ящиках с драгоценностями, с золотом, с посудой, с царским бельишком и меблишкой, которые они захватывают с собой в тайгу. Мы идем по стене. Ветер скрещивает голые прутья деревьев, словно рапиры, качает черные стволы кленов. Я вглядываюсь в лица встречных. Веселое занятие, будто запускаешь руку в ведро с мелкой рыбешкой. Неуверенная радость, колеблющееся мужество, жиреющее злорадство, ханжеское сочувствие, безглазое беспокойство, трусливые надежды, моя жалкая добыча. Я спрашиваю Ольку, а где же любовь к республике? Под Тулой и на подступах к Петрограду. Мы поднимаемся по улице, которая когда-то была торговой. Мимо спущенных ставен, заржавевших засовов, замков с потерянными ключами, витрин, вымазанных белилами, точно рожи клоунов. С тех пор, как торговцы опять на бутырских нарах, рядом с налетчиками и насилователями малолетних, и торговля считается не занятием, а позором и преступлением, в Москве осталось не более четырех лавок, за прилавками которых стоят поэты, имеющие все основания через сто лет стать мраморными, а за кассой философы, посеребренные сединой и славой. Мы проходим под веселыми в пеструю клетку куполами Василия Блаженного. Я восторгаюсь выдумкой бармы и постника. Не каждому взбредет на ум поставить на голову среди Москвы итальянского орликина. Грузовой автомобиль застрял среди площади. Он вроде обезглавленного и обезноженного верблюда. Горка старых винтовок поблескивает льдистой сталью. В цехгаузах республики много свободного места. Винтовками от турецких компаний суждено завтра решить судьбу социализма на улицах Петербурга. Ольга говорит сделайте три шага к той стене и прочтите вправде что сегодня идет в театрах. С тех пор как у нас стало все даром газеты приходится читать стоя у забора их клеят как афиши. Куда вы хотите пойти выберите пьесу который бы соответствовал нашему героическому моменту. Попробую я надеваю пенсоны и читаю Большой театр сказка о царе Салтане Малый Венецианский купец Художественный Царь Федор Корж Джентльмен Новый театр Вензорские Проказницы Никитский Иветта Незлобина Царь Иудейский Сочинение Константина Романова Камерный Соломея Довольно Мы Пересекаем площадь Может быть наши шаги ступают как раз по тому месту где лежал голый труп от Репьева Любовь к изящным искусствам скоморошеству не довела его до добра Мне вспоминается запись очевидца Народ приходя не переставал ругаться Единые положили ему на брюхо весьма страннообразную маску найденную у Марины Мнишковой Другие ругаяся его люблению музыки в рот ему всунули сапель а под пазуху положили волынку В этой стране ничего не поймешь Грозного прощают и растерзывают от Репьева 700 лет ведут неудачные войны и покоряют народов больше чем Римская империя не умеет сделать каких-то фузей и воздвигает на болоте город прекраснейший в мире Я говорю вы не находите Ольга что у нас благополучно добирается до цели только тот кто идет по канату через пропасть Попробуй выбрать шоссейную дорогу и непременно сломаешь себе шею После падения Орла и Гатчина я начинаю верить в крепость советского строя Наконец у меня даже мелькает мысль что с помощью вшей голода и чумных крыс появившихся в Астрахани а нечего доброго построит социализм Через час мы едем на вокзал встречать Сергея Товарищ Мамашев уверяет на основании точных реввоенсоветских сведений что контузия не очень сильная Года через три аккурат будет слышать на левое ухо а голова перестанет трястись и того раньше 1922 год осенью 21 года у меня почему-то снова зачесались пальцы клочки и обрывки бумажек появились на письменном столе у карандашей заострились черненькие носики каждое утро я собирался купить тетрадь каждый вечер собирался шевелить мозгами но потом одолевала лень а я не имею обыкновения и даже считаю за безобразие противиться столь очаровательному существу мягкие листочки с моими выписками попали на гвоздик кабинета задумчивости жесткие сохранились я очень благодарен Ольге за ее привередливость так как я всегда забываю проставлять дни и числа приходится их переписывать в хронологическом беспорядке без дождя засуха первой половины лета выжгли озимые яровые огороды и покосы от Астрахани до Вятки саранча горячий ветер погубили позднее просо позднее бахчи запекло арбузы заварились Донской округ просо бахчи и картофель из-за жарких и мглистых ветров погибли Украина на десятом съезде партии установлены основные положения НЭПа до июля небо стояло окутанное дымом горящих за Волгой лесов солнце выжигало поля земля трескалась и превращалась в залу потом вдруг пошли беспрерывные дожди и холодные погоды яровые и овощи начавшие были выравниваться стали блекнуть в конце июля наступили теплые дни овес выкинул метелку мелькнула надежда на семя тогда явился черно-бурый червь и поля превратились в пустыню Чувашская область в изменении декрета Совета народных комиссаров от 14 декабря 1917 года о запрещении сделок с недвижимостью собрание узаконений 1917 года номер 10 статья 154 и декретов ЦИК от 20 августа 1918 года об отмене прав частной собственности на недвижимость в городах Совет народных комиссаров постановил разрешить возмездное отчуждение немуниципализированных строений собственникам их понимая под владением дом и примыкающие к нему жилые и служебные дворовые постройки неурожай распространился на все хлебные злаки про сенокоз не приходится говорить щепнуть нечего земля высохла и отвердела напоминает паркет недосожженная пожирает саранча постановление выселение владельцев из занимаемых ими помещений может иметь место только по обстоятельствам военного времени крестьяне стали есть сусликов желуди уже считаются предметом роскоши из липовых листьев пекут пироги в прикамье употребляют в пищу особый сорт глины в царитинской губернии питаются травой которую раньше ели только верблюды в отмену прежних декретов никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано иностранная валюта золото серебро платина и драгоценные камни сверх нормы подлежат возмездной сдачи по средним рыночным ценам разрешены разрешены к продаже виноградные плодово-ягодные и изюмные вина с содержанием алкоголя не более 14 градусов выпал снег покрывший последние источники питания голодных объявление где можно сытно и вкусно покушать это только в ресторане элегант покровские ворота идеальная европейская азиатская кухня под наблюдением опытного кулинара во время обедов и ужинов салонный оркестр уголки тропического уюта отдельные кабинеты Ольга говорит на полном спокойствии а руки я вам Илья Петрович не подам Докучаев потеряно смотрит на Ольгу на меня на голову Сергея прыгающую в плечах как сумасшедшая секундная стрелка я не шучу Илья Петрович волосатые растопыренные пальцы висят в воздухе где вы сейчас Илья Петрович были Докучаев хихикает розы бахчисарайские срывали что ли шутить извольте Ольга Константиновна немало он смущенно будто первый раз в жизни рассматривает свои круглые вроде суровых тарелок ладони глаза у Докучаева темные мелкие и острые как обойные гвоздики запомните пожалуйста что после сортира руки полагается мыть а не лезть здороваться горничная вносит белый кофейник и четыре чашечки формы бильярдного шара разрезанного пополам Ольга ее просит проводите Илью Петровича в ванную Докучаев послушно выходит из комнаты Вдогонку им Ольга кричит с мылом смотрите На Докучаеве мягкая соболье шапка она напоминает о старой Москве купецких покоев пятийных домов торговых бань харчевинных исп рогаточных будок кадей квасных и калашных амбаров о Москве лавок полулавок блинь шалашей мутных скамей прянишных аркадов цирюлин земель отдаточных и мест в которых торговали санями соболье и шапка не очень вяжется с его толстой бритой верхней губой и бритым подбородком подбородок широкий крепкий как футбольная бутса свою биографию Илья Докучаев рассказывает с обычкой до 1914 года состоял в мальчишках на побегушках в большом оптовом мануфактурном деле по Никольской в войну носил горшки с солдатскими испражнениями в Псковском госпитале философия была простая резонна он почел пусть уж лучше я повыношу чем из-под меня станут таскать от скуки Илья Петрович стал вести любопытную статистику смертей и горшков оказывается что на каждые 10 выносов приходился только один мертвец за три года войны Докучаев опорожнил 26 тысяч урыльников в 1917 году был делегирован от фронта в Петербург четвертушку от часа поразговаривав с самим Керенским составил себе демократическое созерцание в октябре Илья Петрович держал нейтралитет в годы военного коммунизма путешествовал побывал не раз и не два в Туркестане в Крыму на Кавказе за Уралом на Украине и в Минске несмотря на то что путешествовал не в спальном купе а почаще всего на крышах вагонов на паровозном угле и на буферах о своих вояжах сохранил нежные воспоминания багаж у него был всякообразный рис урюк кишмиш крупчатка пшено сало соль сахар золото керенки николаевские бриллианты доллары фунты кроны английский швет пудра кути шелковые чулки бюстгальтеры купчие на дома закладные наимения акции ренты аннулированные займы картины старых мастеров миниатюры камей елизаветинские табакерки бронза фарфор спирт морфий кокаин наконец евреи когда путь лежал через махновское гуляй поле Докучаев уверяет что предвосчувствовал НЭП за год до 10 съезда партии сейчас он арендатор текстильной фабрики хорошенького домика поставщик на красную армию биржевик имеет мануфактурный магазин в пассаже парфюмерные на Петровке и готового платья на Сретенке одну другую палатку у Сухаревской башни на Смоленском рынке на трубе и болоте но как говорится на текущий момент Илью Петровича довольно интересует голо спрашивает меня постигаете ли Владимир Васильевич целые деревни питаются одной водой пьет человечешка до трех ведер в сутки ну-с и припухнет слегка конечно потом значит цервота и кожица лопается ужасно ужасно совершенно справедливо заметили он крутит мокрую губу цвета сырой говядины и смотрит на меня с косовинкой в одной только Самарской губернии Владимир Васильевич по сведениям губернского статистического бюро уже голодает значится 2 миллиона 800 тысяч он берет меня под руку многонько да много обойные гвоздики делаются почти вдохновенными необычайно я смею доложить вам Владимир Васильевич коммерческая перспектива мы сидим за столиком в ампире Докучаев подает Ольге порционную карточку пожалуйста Ольга Константин на программку Мэтр Дотель переламывается в пояснице хрустит крахмал и старая позвоночная кость рахитичными животиками свисают желтые гладко выбритые морщинистые щеки глаза болтаются плохо пришитыми пуговицами за нашими стульями черными колоннами застыли лакеи Ольга заказывает котлету морешаль свежих огурцов мэтр повторяет каждое движение губ его слова заканчиваются по бульдожье короткими обрубленными хвостиками котлетку с морешаль свеженьких огурчиков пламбирс кофеёк снаганьки Докучаев взирает с наслаждением на переломившийся старый хребет на молтыхающиеся бритые морщинистые щеки на трясущиеся плохо пришитые к лицу пуговицы на невидимые виляния бульдожьих хвостиков черные колонны принимают заказ черные колонны побежали Ольга оглядывает столики я собственно никак не могу понять для чего этого за мной Докучаев ухаживаете и вот поглядите здесь дюжины три проституток из них штук десять красивее чем я некоторые и вправду очень красивые особенно те две что сидят напротив тоненькие как вязальные спицы Ольга спрашивает неужели чтобы выйти замуж необходимо иметь скверный цвет лица и плохой характер я уверена что эти девушки попали на улицу из-за своей доброты им нравилось делать приятные людям Ольга ловит убегающие глаза Докучаева сколько дадите Илья Петрович если я лягу с вами в кровать Докучаев обжигается супом жирные струки текут по гладко выбритому широкому подбородку Ольга бросает ему салфетку вытритесь а то противно смотреть спонталыку вы меня сбили Ольга Константиновна он долго трет свою крепкую тяжелую челюсть тысячи за пятнадцать долларов я бы вам Докучаев пожалуй отдалась хорошо Ольга бледнеет мне рассказывали что в каком-то селе Казанской губернии дети от голода бросаются в колодцы это было напечатано Ольга Константиновна неделю тому назад в газете на пятнадцать тысяч долларов можно покормить много детей можно Ольга Константиновна совершенно справедливо заметили я к вам приду сегодня часов в одиннадцать вечера добре Докучаев прекрасно чувствует что дело отнюдь не в голодных детях Ольга проигрывает игру очаровательные вязальные спицы переговариваются взглядами с необычайно смешным господинчиком у того ножки болтаются под диваном не достигая пола живот накрывает колени а вместо лица дырявая греческая губка он показывает на пальцах сумму которую дал бы за обеих они просят больше господинчик накидывает тоненькие женщины закусив нежным пухлым ртом папироски пересаживаются к нему за столик Докучаев просите счет лакей ставит большую хрустальную вазу с фруктами Ольга вонзает ножичек в персик я обещала Сергею Васильевичу быть дома ровно в шесть персик истекает янтарной кровью словно голова только что скатившаяся с плахи боже мой боже мой встретившись глазами с женщиной чересчур доброй по словам Ольги я прокидываю чашечку с кофе вонзаю себе в ладонь серебряный ноготок фруктового ножа и восклицаю да ведь это же она это же Маргарита Пална фон Дихт прекрасная супруга расстрелянного штаб-ротмистра я до сегодняшнего дня не могу забыть ее тело белое и гибкое как итальянская макарона неужели же тот бравый постовой милиционер став начальником отделения выгнал ее на улицу и женился по меньшей мере на графине у этих людей невероятно быстро развивается тщеславие если в России когда-нибудь будет Бонапарт то он конечно вырастет из постового милиционера это совершенно в духе моего отечества Ольга вам Докучаев нравится? не знаю вы хотели ранить ему сердце а вместо того объяснились в любви кажется вы правы вы пойдете к нему сегодня? да Сергеем приходится говорить значительно громче обычного почти кричать видишь ли я никак не могу добраться до причин вашего самоупоения Докучаев но право я начинаю сомневаться в том что это вы его выдумали Сергей задумчиво смотрит в потолок и вообще моя радость я не слишком высокого мнения о вашей фантазии если говорить серьезно то ведь даже гражданскую войну распропагандировал Иисус за две тысячи лет до нашего появления возьми то место из священного писания где Иисус уверяет своих учеников что во имя его брат предает на смерть брата отец сына а дети восстанут на родителей и переколотят их Сергей продолжает задумчиво рассматривать потолок кто ударит в правую щеку обрати другую кто захочет судиться с тобой и взять рубашку отдай ему и верхнюю одежду с такими идеями в черепушке трудненько заработать на гражданском фронте орден красного знамени улыбающаяся голова Сергея разукрашенная большими пушистыми глазами беспрестанно вздрагивает прыгает дергается вихляется корячится она то приседает словно на корточке то выскакивает из плеч наподобие ярмарочного чертика пескуна каминные часы пробили одиннадцать Ольга вышла из своей комнаты мне показалось что ее глаза были чуть шире обычного а лоб гладкий слегка покатый как перевернутая блюдечка несколько бледноват красные волосы были отлакированы и гладко зачесаны словно с этой головы только что сняли скальп она протянула Сергею руку до свидания вы уходите да можно спросить куда конечно и она сказала так чтобы Сергей понял к докучаеву Сергей положил дрогнувшие и по всей вероятности захолодавшие пальцы на горячую трубу парового отопления только что мы с Ольгой отнесли в помгол 15 тысяч долларов хохштиль русские о числе неприятеля узнают по широте дороги протоптанные в степях татарскими конями по глубине следа или по вихрем отдаленной пыли я гляжу на Сергея только что по нему прошли полчище я с жадностью ищу следов и отдаленных вихрей чепуха я совсем запамятовал что на льду не лежат мягкие подушечки жаркой пыли а на камне не оставишь следа в селе липовки царицинского уезда один крестьянин не будучи в силах выдержать мук голода решил зарубить топором своего семилетнего сына завел в сарай и ударил но после убийства сам тут же повесился над трупом убитого ребенка когда пришли видят висит с высунутым языком а рядом на чурбане где обычно колют трава труп зарубленного мальчика холодное зимнее небо затоптано всякой дрянью звезды свалились вниз на землю в сумасшедший город в кривые улицы маленькие плеяды освещают киношку голубоватое созвездие креста ночной кабак альдистое полярное сандуновские бани я оборачиваюсь на знакомый голос докучаев торгуется с извозчиками извозчик сбавляет ворчливо нехотя злобисто он стар рыж и сморщинист точно голенище мужицкого сапога у его лошаденки толстое синое брюхо и опухшие ноги если бы это был настоящий конь с копытами наподобие граненых стаканов с высоким крутым задом и если бы сани застегивались не рогожестым одеяльцем а полостью отличного синего сукна опушенного енотом послал бы сиваусый дед с высоты своих козел прилипчатого нанимателя ко всем матерям но полостишка не отличная а как раз паршивенькая леды мирен стар босс и бородат как лев толстой докучаев выматывает из старика грош за грошем спокойно долботно уверенно старик только мнет на хлопучку ерзает на блучке и тербит вожжой ну дед сажаешь или не сажаешь цена красная и докучаев отплывает в мрак из-под льдистой полярной воссиявшей над сандуновскими сворачивает за угол дед кричит вдогонку садись уж садись куда и пошел и отворачивает рогожистое одеяльце тебе видно барин грош то шепче и мого нужен потом трогает махрявой вожжой по мерину богатей на моем коне докучаев разваливается на сиденьице с вашим братом шкуродером разбогатеешь улыбка отваливает его подбородок более тяжелый чем дверь в каземат я один раз был с Ильей Петровичем в бане он моется в горячей лежит на верхней полке пупом вверх до седьмого пота а под уход до рубцов стягается березовым веником русак в селе Любимовки Бузулукского уезда обнаружено человеческое тело вырытое из земли и частью употребленное в пищу по Нансеновскому подсчету голодает 33 миллиона человек я говорю Докучаеву Илья Петрович вас погибает огромный актер вы совершаете преступление что не пишете психологических романов это ужасно и несправедливо что вам приходится вести переговоры с чиновниками из Муни а не с железным канцлером я полагаю что несколько тысяч лет тому назад вы были бы тем самым мудрым змеем который соблазнила дама но при всех этих пристойных качествах дорогой Илья Петрович все таки не мешает иногда знать историю хотя бы только своего народа невежество опасная вещь я уверен что вы кстати даже не слыхали о существовании хотя бы Ахмед Ибн Фадлана а ведь он рассказал немало любопытных и главное вдостоль полезных историй в том числе и о некоторых превосходных обычаях наших с вами отдаленных предков он уверяет например что славяне когда они видят человека подвижного и сведущего в делах то говорят этому человеку приличествует служить богу письму берут его кладут ему на шею веревку и вешают его на дереве пока он не распадается на части Докучаев весело и громко смеется чем больше я знаю Докучаева тем больше он меня увлекает иногда из любознательности я сопутствую ему в советские учреждения на биржу в приемные наркомов в кабинеты спецов к столам делопроизводителей к бухгалтерским конторкам в фабкомы в месткомы в кабаки где он рачительствует чинушам и в игорные дома где он довольно хитро играет на проигрыш я привык не удивляться когда сегодня его вижу в соболей шапке и в сибирской дахе завтра в пальтишке подбитым ветром послезавтра в красноармейской шинели наконец в овчинном полушубке или кожаной куртке восемнадцатого года он меняет не только одежду но и выражение лица игру пальцев нарядность глаз и узор походки он говорит то с вологодским акцентом то с украинским то с чухонским на жаргоне газетных передовиц съездовских делегатов биржевых маклеров старомоскворецких купцов братишек бойцов дакучаев убежден что человек должен быть устроен приблизительно так же как хороший английский НССР в котором имеется все необходимое для кругосветного путешествия в международном спальном вагоне от коробочки для презервативов до иконки святой девы он не понимает как могут существовать люди каких-то определенных чувств качеств и правил в дакучаевском усовершенствованном НССР полагается находиться сумма уверенности рядом с робостью наглости со скромностью и бешеному самолюбию рядом с полным и окончательным отсутствием его человек который хочет делать деньги в советской России должен быть тем чем ему нужно быть в зависимости от того с кем имеешь дело с толстовкой или с пиджаком с дураком или с умным с прохвостом или с более-менее порядочным человеком Дакучаев создал целую философию взятки он не верит в существование неберущих он утверждает что Робеспьеру незаслуженно было присвоено прозвище неподкупный Дакучаевская взятка имеет тысячи градаций и миллионы нюансов от самой грубой из рук в руки до тончайшей как французская льстивость Дакучаев говорит все берут вопрос только чем он издевается над такими словами как дружба услуга любезность помощь благодарность отзывчивость беспокойство внимательность предупредительность на его языке это все называется одним словом взятка Дакучаев страшный человек в селе гахтали гусихинской волости крестьянин Степан Малов 32 лет и его жена Надежда 30 лет зарезали и съели своего 7-летнего сына Феофила народный следователь набрасывает следующую картину положил своего сына Феофила на скамейку взял нож и отрезал голову волосы с которой спалил потом отрезал руки и ноги пустил в котел и начал варить когда все это было сварено стали есть со своей женой вечером разрезали живот извлекли кишки легкие печенку и часть мяса тоже сварили и съели объясни мне сделай одолжение зловещую тайну своей физиономии какую чему она радуется жизни дорогой мой если у тебя трясется башка ни черта не слышат уши волчанка сожрала левую щеку мелочи мелочи хорошо у меня зло ворохнулись пальцы а голод это тоже мелочь при Годунове было куда-то чистей на московских рынках разбазаривали трупы прочти до ту родные продавали родных отцы и матери сыновей и дщерей мужья своих жен к счастью мне удается припомнить замечания русского историка о преувеличениях француза злодейство совершалось тайно на базарах человеческое мясо продавалось в пирогах а не трупами но ведь ты еще не лакомился кулебякой и своей тетушке после небольшой паузы я бросал последний камешек наконец женщина которую ты любишь взяла в любовники Непмана он смотрит на меня с улыбкой своими синими младенческими глазами а ведь это действительно неприятно мне приходит в голову мысль что люди родятся счастливыми или несчастливыми точно так же как длинноногими или коротконогими Сергей словно угадав о чем я думаю говорит я знавал такого идиота которому достаточно было потерять носовой платок чтобы стать несчастным если ему в это время попадалось под руку престарелая теща он сживал ее со свету если попадалось толстолапое невинное чадо он его порол закатав штаненки завтра этому субъекту подавали на обед пережаренную котлету он разочаровывался в жене и заболевал мигренью наутро в канцелярии главный бухгалтер на него косо взглядывал бедняга лишался аппетита опрокидывал чернильницу перепутывал входящие с исходящими а по пути к дому переживал воображаемые сокращения голодную смерть и погребение своих бренных останков на Ваганьковском кладбище вся судьба его была черна вор розового дня он считал себя несчастнейшим из смертных а между тем когда однажды я его спросил какое горе он считает самым большим в своей жизни он очень долго и мучительно думал тер лоб двигал бровями и ничего не мог вспомнить кроме четверки по закону Божьему на выпускном экзамене с нескрываемой злостью я глазами ощипываю Сергея хам щелкает орехи и бросается корлупу в хрустальную вазу для цветов у меня вдруг ни села ни пала является дичайшее желание раздеть его ногишом и вытолкать на улицу все люди как люди в шубах в калошах в шапках а ты вот прыгай на дурацких и пухленьких пятках в чем мать родила очень хорошо может и пуп-то у тебя на брюхе как у всех прочих и задница ничуть не румяней чем полагается а ведь смешон же отчаянно смешон и вовсе позабыв что тирада сия не произнесена вслух я неожиданно изрекаю господин Ньютон хоть и гений я без штанов дрянь паршивая Сергей смотрит на меня сожалительно я говорю один идиот делался несчастным когда терял носовой платок а другой идиот рассуждает следующим манером на фронте меня контузило треснули барабанные перепонки дрыгается башка какое счастье ведь вы только подумайте этот же самый милый снарядец мог меня разорвать на сто двадцать четыре части Сергей берет папиросу из моей коробки зажигает и с наслаждением затягивается мои глаза злые как булавки влезают по самой головке в его зрачки или другой образчик четырехкопытной философии счастливого животного слушаю Ольга взяла в любовники Докучаева любовником Докучаева Докучаева невероятно немыслимо непостижимо впрочем Ольга взяла и меня в хахаля так сказать не правда ли а ведь этого могло не случиться счастье могло пройти мимо по другой улице я перевожу дыхание не так ли следовательно он продолжает мою мысль утвердительно кивнув головой все обстоит как нельзя лучше совершенно правильно ох как я ненавижу и завидую этому глухому рогатому изъеденному волчанкой счастливому человеку в Пугачеве арестованы две женщины-людоедки из села Каменки которые съели два детских трупа и умершую хозяйку избы кроме того людоедки зарезали двух старух зашедших к ним переночевать Ольга идет под руку с Докучаевым они приумножаются в желтых ромбиках паркета и в голубоватых колоннах бывшего благородного собрания колонны словно не из мрамора а из воды как огромные застывшие струи молчаливых фонтанов хрустальные люстры пронизанные электричеством плавают в этих оледенелых аквариумах как стаи золотых рыб гремят оркестры что может быть отвратительные музыки я никак не могу понять почему люди которые жрут блины не говорят что они занимаются искусством а люди которые жрут музыку говорят это почему вкусовые волдырчики на языке менее возвышены чем барабанные перепонки физиология и физиология меня никто не убедит что в гениальной симфонии больше содержания чем в гениальном салате если мы поставим памятник Моцарту мы обязаны поставить памятник и господину Оливье чарка водки и воинственный марш в равной мере пробуждают мужество а рюмочка ликера и мелодия негритянского танца сладострасти эту простую истину давно усвоили капралы и кабачики следуя за Ольгой и Докучаевым я разглядываю толпу подозрительно новых смокингов и слишком мягких плеч может быть к тому же недостаточно чисто вымотых Сухаревка совсем еще недавно переехала на Петровку поэтому у мужчин несколько излишне надушены платки а у женщин чересчур своей жизнью живут зады чаще всего широкие как у лошади крутящиеся стеклянные ящики с лотерейными билетами стиснуты зрачками плавающими в масле дрожащими руками в синеньких и красненьких жилках потеющими шеями сопящими носами и макроватыми грудями покинувшими от волнений свои тюлевые чаши хорошенькая блондинка у которой черные шелковые ниточки вместо ног выкликает главные выигрыши квартира в четыре комнаты на арбате верховая лошадь породы гунтер рояль беккер автомобиль форда корова Ольга с Докучаевым подходят к полочкам с бронзой фарфором хрусталем серебряными сервизами терракотовыми статуэтками Ольга всматривается я непременно хочу выиграть эти вазочки баккара вазочки прелестны они воздушны как пачки балерины когда на них смотришь из глубины четвертого яруса Докучаев спрашивает хорошенькую блондинку на черных шелковых ниточках скажите барышня выигрыш номер 3037 в вашем ящике ниточки кивают головой тогда я беру все билеты Ольга смотрит на Докучаева почти влюбленными глазами сопящие носы бледнеют потные шеи наливаются кровью голые плечи покрываются маленькими пупырышками высокоплечья женщина с туманными глазами приваливается к Докучаеву просторными бедрами толстяк который держит ее сумочку хватается за сердце Ольга вертит вазочки в руках издали мне показалось что они хорошей формы черные ниточки считают билеты которые должен оплатить Докучаев Ольга ставит прелестную балетную юбочку баккара на полку я не возьму вазочки они мне не нравятся женщина с туманными глазами говорит своему толстяку Петя смотри под тем самоваром тот же номер что и у нашего телефона 40 45 замечательный самовар Наденька хотела бы ты вытащить этот замечательный самовар она смеется и повторяет какое совпадение 40 45 и отослав за апельсином толстяка еще нежнее прилипает к Докучаеву просторными бедрами Ольга громко говорит запомните Илья Петрович на всякий случай телефон это честная женщина за несколько минут до того как вы проронили свое великолепное желание она вслух мечтала выиграть для своего старшего сына барабан а для дочери большую куклу в голубеньком платьице Ольга везлево обращается к женщине с туманными глазами если не ошибаюсь сударня ваш телефон 40 45 просторные бедра вздергивают юбку и отходят боже какая наивность она вообразила что я ревную мы продвигаемся в круглую гостиную на эстраде мягкокосные юноши и девушки изображают танец машин если бы этот танец танцевали наши заводы он был бы очарователен интересно знать сколько еще времени мы принуждены будем видеть его только на эстрадах ночных кабачков конферансе стянутый старомодным фраком и воротничком непомерной высоты делающим шею похожей на стебель лилии блистал лаком крахмалом остроумием и круглым стеклом в глазу конферансе один из самых находчивых и остроумных людей в Москве он дал слово устроителям грандиозного семидневного празднества и лотереи аллегри в пользу голодающих что ни один нетман сидящий в круглой гостиной не встанет из-за стола раньше чем опустеет его бумажник он обещал их заставить жрать до тошноты и смеяться до коликов так как смех по замечанию римлян помогает пищеварению мы с большим трудом раздобываем столик Илья Петрович заказывает шампанское хорошей французской марки из соседнего зала доносится серебристая ария Надира поет Собинов русские актеры всегда отличались чувствительным сердцем всю революцию они щедро отдавали свои свободные понедельники предназначенные для спокойного помытья в бане благотворительным целям в Словенке Пугачевского уезда крестьянка Голодкина разделила труп умершей дочери поровну между живыми детьми кисти рук умершей похитили сироты Селиванова откормленный жирный самовар мурлычет и щурится за окном висит снег это вы Владимир Васильевич небось сочинили что сочинил Илья Петрович а вот про славян про древних неужто все витязи по моим понятиям и богатыри подряд геморроем мучились сплошь один к одному и еще рожей опухоли двоякого рода у кого вычитали у кого надо а боярине что красотки с трубы румян с палец белил с два один англичанин так и записал страшные женщины цвет лица болезненный темный кожа от краски и морщинистая ну вас Владимир Васильевич про Рюрикович и Илья Петрович могу доложить что после испражнений даже листиком зелененьким не пользовались Докучаев обеспокоенно захлебал чай Илья Петрович имеет один очень немаловажный недостаток ему по временам кажется что он болеет нежным чувством к своему отечеству я полечиваю его от этой хворости надо же хорошего человека отблагодарить как никак пью его вино ем его зернистую икру а иногда впрочем не очень часто сплю даже со своей женой которая тратит его деньги Докучаев мнет толстую мокрую губу цвета сырой говядины закладывает палец за краешек лакового башмака и спрашивает а хотели бы вы Владимир Васильевич быть англичанином отвечаю хотел а ежели арабам сделайте милость если этот араб будет жить в квартире с приличной ванной и в городе где больше 4 миллионов жителей а вот я Владимир Васильевич по другому понимаю и заглядывает на себя в зеркало носище у меня изволю доложить в развалку и в рыжих плюхах Ольга приоткрывает века и смотрит на его нос а ведь на самый что ни есть шикарный даже с бугорком греческим не переставлюсь Ольга подтягивается очень жаль совершенно справедливая и продолжает свою мысль по бестолковству же Ольга Константиновна на англичанина в обмен не пойду горжусь своей подлой нацией на подлость нации не противоречу капитан Мержерет храбро сражавшийся под знаменами Генриха Четвертого Гетмана Жалкевского императора Римского Короля Польского имевший дело с турками венграми и татарами служивший вероломно царю Борису и с завидной преданностью самозванцу рассказал с примерной правдивостью и со свойственной французам элегантностью о нашем неоспоримом превосходстве невежливостью лукавством и вероломством над всеми прочими народами Илья Петрович раздумчиво повторяет «Горжусь» тогда Ольга поднимает голову с шелковой подушки «Убирайтесь Докучаев домой меня сегодня от вас тошнит» за окном дотаивает зимний день снег падает большими редкими хлопьями которые можно принять за белые кленовые листья Докучаев уходит на шатающихся ногах я вздыхаю такова судьба покорителей мира Александр Македонский во время персидского похода падал в обморок от красоты персианок только что я собирался нажать горошинку звонка когда заметил что дверь не заперта тронул и вошел в передний пошаркал калошами поокашился шумно разделся нигугу в чем собственно дело друг мне Докучаев или не друг и я без церемоний переступаю порог в хрустальной люстре имеющей вид перевернутой сахарницы горит тоненькая электрическая спичка полутемень жмется по стенам у Докучаева в квартире ковры до того мягки что по ним стыдно ступать такое чувство что не идешь а крадешься стулья и кресла похожи на присевших на корточки камергеров в придворных мундирах красное дерево обляпано золотом стены обляпаны картинами впрочем запоминается не живопись а рамы я вглядываюсь в дальний угол мне почудилось что мяучит кошка даже не кошка а котенок которому прищемили хвост но кошки нет но кошки нет и котенка нет в углу комнаты сидит женщина она в ситцевой широкой кофте и бумазеевой юбке деревенского кроя и кофта и юбка в красных ягодах женщина под обьей повязана серым платком под плоским подбородком торчат серые уши точно подвесили за ноги нечастного зайца я делаю несколько шагов она сидит неподвижно по жестким скулам стекают грязные слезы что такое на ситцевой кофте не красные ягоды а расползшиеся капли крови кто вы женщина кулаком размазывает по лицу темные струйки почему вы плачете возьмите носовой платок вытрите слезы и кровь меня будто стукнуло по затылку вы его жена я дотрагиваюсь до ее плеча он вас ее глаза стекленеют бил в прошлом месяце раз два четырнадцатого три Ольга сгибает пальцы на той неделе четыре в понедельник пять вчера шесть Докучаев откусывает хвостик сигары что вы Ольга Константиновна изволите считать Ольга поднимает на него темные веки в которых вместо глаз холодная серая пыль подождите подождите и прикидывает в уме изволю считать Илья Петрович сколько раз переспала с вами горничная хлопнула дверью и зерок отнес в мою сторону холодную пыль много ли брала за ночь в мирное время хорошая проститутка Уда Кучаева прыгает в пальцах сигара я говорю во всяком случае не пятнадцать тысяч долларов она выпускает две тоненькие струки дыма из едва различимых будто проколотых иглой ноздрей пора позаботиться о старости куплю на Петровке пузатую копилку и буду в нее бросать деньги если не ошибаюсь мне причитается за шесть ночей Докучаев протягивает бумажник ничего не понимающими пальцами если бы эта женщина завтра сказала Илья Петрович вбейте в потолок крюк возьмите веревку сделайте петлю намыливайте вешайтесь он бы повесился я даю руку на отсечение он бы повесился надо предложить Ольге для смеха проделать такой опыт в селе Андреевке в милиции лежит голова шестидесятилетней старухи туловище ее съедено гражданином того же села Андреем Пироговым спрашивая рожает она трудоспособная она трудоспособная семейство большое питать надобно а вы разве не помогаете по что баловать сколько их у вас сучат то девятым тяжелая на страстной выгудохчет как же это вы беременную женщину и бьете он вздергивает на меня чужое и недоброе лицо папироску Владимир Васильевич не желаете египетская я беру папиросу затягиваюсь и говорю свою заветную мысль вот если бы вы Илья Петрович мою жену по щекам Докучаев испуганно прячет за спину ладони которыми удобно забивать гвозди в комнату входит Ольга она слышала мою последнюю фразу ах какой же вы дурачок Володя какой дурачок садится на ручку кресла и нежно ерошит мои волосы когда додумался а когда додумался через долгих придолгих четыре года вот какой дурачок на ее грустные глаза навертывается легкий туманец я до боли прикусываю губу чтобы не разрыдаться приказчик похож на хирурга у него сосредоточенные брови белые руки сверкающий халат кожаные браслеты и превосходный нож я представляю как такой нож режет меня на тончайшие ломтики и почти испытываю удовольствие Ольга оглядывает прилавок дайте мне лососины приказчик берет рыбу розовую как женщина его движения исполнены нежности он ее ласкает ножом былочку прикажете Ольга приказывает у былыка тело уальдовского иоканаана зернистые корочки будьте добры эти черные жемчужинки следовало бы нанизать на нить они были бы прекрасны на округлых и слегка на беленых плечах на птицу мадам взгляните да поджаренные глухари пушатся бумажными шейками рябчики выпитили белые грудки и скорчили тонюсенькие лапки безнравственные индейки лежат животом кверху Ольга вы собирались подумать о своей старости раки выпучили таинственные зрачки и раскинули пурпуровые клешни стерляди с хитрыми острыми носами свернулись кольчиком в нашей стране при всем желании нельзя быть благоразумной я обошла десять улиц и не нашла копилки под стеклянными колпаками потеют швейцарские сыры в серебряных шинелях свеженькой зелени позволите конечно привередливые огурцы прозябли их нежная кожа покрылась мелкими пупырышками редиски надули словно обидевшись пухлые красные губки молодой лук воткнул свои зеленые стрелы в колчан Владимир у меня тут работы на добрый час съездите за Сергеем его не было у нас три дня а мне кажется что прошли месяцы а если бы меня не было три дня я бы решила что прошли годы а если бы до Кучаева три минуты а может быть три десятилетия мороз крепчает длинноногие фонари стынут на углах парикмахер бывш Б. Дмитровка 13 салон для дам прическа маникюр педикюр массаж лица отдельные кабинеты для окраски волос модельный дом кузнецкий пер 5 последние моды капы манто вечерние туалеты а при меди костюмы моссельпром требуйте во всех кондитерских киосках хлебопекарнях какао шоколад нестле коллер галлопетер капе и др заграничные продукты высших марок у меня Владимир Васильевич дед был отчетливый старик борода с ворота да и ум не с приколиток Докучаев налил себе и мне водки спустяка начал лыка драл с мордвойка со глазой но вот я и говорю а под догар обе дни пароходишки его как утки плескались к слову значится 53 года состояние себе упрочал а спустил до последнего алтына в одну ночь выпьем Владимир Васильевич выпьем и был это он огромнейший любитель петушиных боев жизни по ним учился птицу имел родовую одно загляденье все больше пера светло салового или красно-мурогого зоб как воронье крыло ноги либо горелые либо зеленые либо желтые коготь черный глаз красный подлейте Владимир Васильевич подлейте в бою всего более периярко ценил это значится петуха который вторым пером оделся Докучаев встал и прошелся по комнате птицу как и нашего брата в строгости держать надо чуть жиру поднавесило сейчас накатушки из черного хлеба и сухой овес без правильной одержки тело непременно станет как ситный мякиш а про гребень там или про мундир и разговоров нету какой уж пурпур какой блеск приумножим Владимир Васильевич приумножим в бою доложу я вам каждая птица имеет свой ход один боец напрямую как жеребец выступает красота глядеть рыцарь а не петух только все это ни к чему графское баловство Илья Петрович улыбается есть еще кружастый но это будет маленько посмышленнее рыцарь и завсегда значится отчитает да потом Владимир Васильевич идет посылистый хитрый петух с позади канали бьет нипочем кружастому его не вытерпеть Докучаев налил еще рюмку выпил закусил белым грибом и с таинственной значимостью нагнулся к моему уху а всем петухам петух и победитель Владимир Васильевич это тот что на вороватом ходу сражение дает для глазу незавидное либо стерва висит на бойце либо под него лезет ни гонору тебе ни отваги ни великолепия только мучает и нерв треплет удивительная стратегия башка башка доложу я вам сократа не птица наше здоровье Владимир Васильевич дед меня бывало пальцем все в лоб тычет учись Ильюшка при мудрости жизни не ходи болван жеребцом не плавай лебедем кто спрашивает тебя мудр гад ползучий мудр искуситель мудр зми слышишь зми это брат ничего что брюх то в дерьме зато брат ум не во тьме понял не во тьме и Докучаев вдруг забрызгался залился захлебнулся смехом чему смеетесь строителям коммунизму он потер колено о колено помял в ладонях будто кусок розовой замазки свою толстую нижнюю губу и козырнул бровью только что совершил я Владимир Васильевич маленькую коммерческую комбинацию разрешите в двух словах да спичечному видите ли полесскому тресту понадобился парафин на внешнеторговской таможне имелся солидный пудик цена такая-то делец Владимир Васильевич на прямом ходу как поступит известно как купил на государственной таможне надбавил процент и продал государственному спичечному тресту полагаю ну кружастый или посылистый скажем купил подержал продал процентик правда возрос но капитал не ворочался тучной свиньей лежал обидно для капитала а на вороватом ходу у Ильи Петровича загораются зрачки как две черные свечки две недели тому назад гражданин докучаев покупает на таможне парафин и продает Петру губ хим секции играет на понижение покупает у Петра губ секции и продает ревошу покупает у ревоша и перепродает северо-югу покупает у северо-юга сбывает технос набу и находит желателя в главхимии покупает в главхимии и предлагает спич тресту причем извольте видеть при всяком переверте процент наш позволю себе сказать был в побратанье с совестью и законом именно прикажете Владимир Васильевич пожалуй Докучаев открывает бутылку шампанского сегодня спич трест забирает парафин с таможни так следовательно и пролежал он там все эти две недели не ворохнулся чокнемся Владимир Васильевич вино фыркает в стаканах как нетерпеливая лошадь Илья Петрович ударяет ладонь об ладони раздается сухой треск словно ударили поленом о полено ему хочется похвастать пусть кто скажет что Докучаев не по добросовести учит большевиков торговать я говорю с улыбкой фиорованти сдвинувший с места колокольню в Болонии овченто выпрямивший башню научил москвитян обжигать кирпичи он повторяет фиорованти фиорованти Сергей подбрасывает в камин мелкие дрова Ольга читает вслух театральный журнальчик Фарегера задался целью развлечь лошадь а развеселить лошадь нелегко еще труднее лошадь растрогать взволновать этим делом заняты другие искатели другие режиссеры и поэты лошадиное направление еще только развивается еще только определяется Сергей задает вопрос тормоша угли в камине железными щипцами а как вы считаете Ольга Докучаев лошадь или нет лошадь я встреваю если Докучаев и животное то во всяком случае Сергей перебивает слыхал гениальное животное да а по вашему Ольга сильное животное неужели такое уж сильное тогда не выдержав я подробно рассказываю историю с парафином Сергей продолжает ковыряться в розовых и золотых углях ты говоришь сначала Петра Губхим секции потом Ревошу потом Североюгу Техноснабу Главхиму и наконец Спичтреста замечательно Ольга хохочет замечательно Сергей вынимает из камина уголек и улыбаясь подергивающим добрым ртом закуривает от папиросы вьется дымок такой же нежный и синий как его глаза людоедство и трупоедство принимают массовые размеры правда вчера в два часа ночи у себя на квартире арестован Докучаев Сергей шаркает своими смешными поповскими ботами в прихожей он будет шаркать ими еще часа два потом как большая лохматая собака долго отрихаться от снега потом сморкаться потом я взволнованно кричу ты слыхал арестован Илья Петрович он протягивает Ольге руку опять похож на добродушного ленивого пса которого научили подавать лапу слыхал может быть тебе известно за что известно Ольга сосредоточенно роется в шоколадных конфектах внушительная квадратная трехфунтовая коробка позавчера ее принес Докучаев вздыхает больше всего на свете люблю пьяную вишню и как девчонка прыгает коленями по дивану нашла нашла целых две поделитесь никогда Сергей сокрушенно разводит руками а Ольга сладострастно запихивает в рот обе штуки расскажи про Докучаева что же рассказывать он оборачивает на меня свои синие нежные глаза арестован за историю с парафином мы проверили твои сведения кричу кто это мы какие это такие мои сведения ну и чудак сам же рассказал обстоятельнейшим образом всю эпопею а теперь собирается умереть от разрыва сердца Ольга с улыбкой протягивает мне на серебряном трезубчике Докучаевскую конфетку Владимир я нашла вашу любимую с толченными фисташками разевайте рот 1924 год заводом пневматик выпущена первая партия бурильных молотков госавиазавод ИКАР устроил торжество по случаю первого выпуска мощных моторов завод большевик доставил на испытательную станцию Тимирязевской сельскохозяйственной академии первый изготовленный заводом трактор Ольга не поправить ли нам по городу весна воробьи говорят чирикуют не хочется нынче премьера у Мерхольда что вы на это скажете скучно я позвоню Сергею чтобы пришел не надо с тех пор как его вычистили из партии он брюзжит ворчит плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седойми бородами от великого до смешного и по глупой привычке лезу в историю князь Андрей Курбский после бегства из Восточной Руси жил в Ковеле в дрязгах семейных и бурных несогласиях с родственниками жены послушайте Ольга что? я одним духом слетаю к Елисееву принесу вина апельсинов отвяжитесь от меня Владимир она закладывает руки под голову и вытягивается на диване каждый вечер одно и то же с раскрытыми глазами будет лежать до двух до трех до четырех ночи молчать и курить фу ты чуть не запамятовал ведь я получил сегодня письмо от Докучаева удивительно вынесли человека на погреб на полярные льды а он все не остывает совершенно верно хотите прочесть? нет я не люблю писем с грамматическими ошибками бульвары забрызганы зеленью ночь легкая и неторопливая она вздыхает как девушка которую целуют в губы я сижу на скамейке с стародавним приятелем слушай Пашка это свинство что ты ко мне не заходишь столько лет в Москве а был считанных два раза у Пашки добрые колени и широкие как соборные ступени плечи он профессор московского вуза но в Англии его знают больше чем в России а в Токио лучше чем в Лондоне его книги переводятся на 12 языков и не приду дружище вот тебе мое слово не приду отличная ты личность а не приду это почему он ерзает бровями и подергивает короткими смышлеными руками будто пиджак или нижняя рубаха режет ему подмышкой почему же это ты не придешь позволь дружище сказать на чистоту гнусь у тебя и холодина рапортуру я зиму насквозь в полуштеблетишках и не зябну а у тебя дохлый полчаса просидел и пятки обморозил образно понимать прикажешь он задумчиво как младенец ковыряет в носу вытаскивает козу похожую на червячка с сердитым видом прячет ее в платок и бормочет ты остришь супруга твоя острит вещи как будто оба смешные говорите все своими словами называете нутро наружу и прочее всякое размерзятина наружу того гляди голые задницы покажете а холодина и грусть милый такая грусть вам может сие и не призаметно а вот человека бишь со свежинки понос убьет зеленые брызги висят на ветках веснущие ты лупоглазый месяц что-то высматривает из-за купола храма Христа ночь вздыхает как девушка которую целует в губы пашка смотрит в небо а я с завистью на его короткие толстые подковками ноги крепко они стоят на земле и весь он чем-то напоминает тяжелодонную чашку вагона ресторана некрасиво да спасибо поезд мчит свои сто верст в час дрожит шатается как пьяный приседает от страха на железных икрах а ей хоть бы что налета до краев и капли не выплеснет заходил Сергей Ольга просила сказать что ее нет дома Ольга давайте придумаем для вас занятия придумывайте идите на сцену не пойду почему я слишком чистолюбива тем более ах золото мое если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера комиссаржевской из меня не получится а Конан я быть не хочу снимайтесь в кино я предпочитаю хорошо сниматься в фотографии у Непельбаума чем плохо у Пудовкина родите ребенка благодарю вас у меня уже был однажды щенок от примированного фокстерьера они забавны только до 4 месяцев но к сожалению гадят развратничайте в объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия чем от хорошей шоколадной конфеты возьмите богатого любовника с какой стати когда город Фивы был разрушен македонинами Гитера Фрина предложила согражданам выстроить его на ново за свой счет и что же к сожалению предложение было отвергнуто вот видите Гитера поставила условием чтобы на воротах города красовалась надпись разрушен Александром построен Фриной Ольга вынула папиросу из портфигара запятнанного кровавыми капельками мелких рубинов увы если бы мне даже удалось стать любовницей самого богатого в республике Непмана я бы в нужный момент не придумала столь гениальной фразы и добавила а я тщеславна был Сергей сидели курили молчали Ольга так и не вышла из своей комнаты по предварительным данным глав металла выяснилось что выплавка чугуна увеличилась против предыдущего года в три раза Мартыновское производство в два раза прокатка черного металла на 64% в Николаеве приступлено к постройке хлебного элеватора который будет нагружать океанский пароход в два с половиной часа на заводе электросила приступлено к работе по изготовлению генераторов мощности в 10 тысяч лошадиных сил как-то я сказал Ольге что каждый из нас придумывает свою жизнь свою женщину свою любовь и даже самого себя чем беднее фантазия тем лучше она кинула за окно папиросу докоренную до ваты почему вы не подсказали мне эту дельную мысль несколькими годами раньше а что я бы непременно придумала себя домашней хозяйкой мне 16 лет мы живем на даче под нижним на высоком окском берегу в безлунные летние ночи скрута гора широкая река кажется серой веревочкой на версты сосновый лес дерево прямое и длинное как в первый раз оточенный карандаш в августе сосны скрипят и плачут дача у нас большая двухэтажная с башней обвязана террасами верандами балкончиками крыша веселыми шашками зелеными желтыми красными и голубыми окна врезны в деревянных мережках прошивках и ажурной строчке аллеи площадки башня комнаты веранды террасы заселены несмолкаемым галдежом а по соседству с нами всякое лето в жухлой даче без балкончиков живет пожилая женщина с двумя некрасивыми девочками у девочек длинные худые шейки просвечивающие на солнце как промасленная белая бумага пожилая женщина в круглых очках и некрасивые девочки живут нашей жизнью своей у них нет нашими праздниками играми слезами и смехом нашим убежавшим вареньем пережаренной уткой удачным мороженым осенившейся сукой новой игрушкой нашими поцелуями с кузинами драками с кузенами с ссорами с гувернантками когда смеются балкончики смеются глаза у некрасивых девочек когда на балкончиках слезы некрасивые девочки подносят платочки к ресницам сейчас я думаю о том что моя жизнь и отчасти жизнь Ольги чем-то напоминает отраженное существование пожилой женщины в круглых очках и ее дочек мы тоже поселились по соседству мы смотрим в щелочку чужого забора подслушиваем одним ухом но мы несравненно хуже их когда соседи делали глупости мы потирали руки когда у них назревала трагедия мы хихикали когда они принялись за дело нам стало скучно Сергей прислал Ольге письмо она не ответила Владимир верите ли вы во что-нибудь кажется нет глупо ночной ветер машет длинными призрачными руками кажется вот-вот сметет и серую пыль Ольгиных глаз и ничего не останется только голые странные впадины самоед который молится на обрубок пня умнее вас она закурила новую папиросу какую по счету и меня где-то неподалеку пронесся лихач под копытами горячего коня прозвенела мостовая словно он пронесся не по земле а по цыганской перевернутой гитаре всякая вера приедается как урубленные котлеты или суп с вермишелью время от времени ее необходимо менять перун христос социализм Ольга ест дым большими мужскими глотками во что угодно но только верить и совсем тихо иначе как белые земляные черви ползают ее пальцы по вздрагивающим коленям приторно пахнут жасмином фонари улица прямая желтая со стекленелыми зрачками прибыл чрезвычайный посланник и полномочный министр Мексики Базилио Вадильо одного знакомого хлопца упрятали в тюрьму на срок пустяшный и за проступок не стоящий всего-навсего дал по физиономии какому-то прохвосту у хлопца поэтическая душа золотоногого теленка волосы оттенка сентябрьского листа и глаза с ласковым говорком девушки из черноземной полосы так и слышится в голубых поблесках хром гутит хора хроматная теленок попал в компанию уголовников публика все увесистая матерая под масть а старосту камеры хоть в паноптику рожа круглая и тяжелая медным пятаком ухо в боях откручено во рту забор ломанный у молодца богатый послужной список тут и мокрые и божьей старушки изнасилования и ограблений могил вот однажды мой теленок и спрашивает у старосты скажите коллега за что вы сидите бандист отвечает кажись братишка за то что неверно понял революцию я смотрю в Ольгины глаза пустые и грустные за что думаю над ответом и не могу придумать более точного чем ответ бандита по всем улицам расставлены плевательницы москвичи с перепугу называют их ужинами опять письмо от Сергея толстые притолстые Ольга не распечатав выбросила его в корзину Владимир вы любите анекдоты очень и я тоже сейчас мне пришел на ум рассказец от щедушным еврейском женихе которого привели к красотке ростом с Петра Великого с грудями что поздние тыквы и задом широким как обеденный стол ну щедушный жених с любопытством и страхом обведя глазами великие телеса нареченной шепотом спросил торжествующего свата и это все мне прекрасно не кажется ли вам Владимир что за последнее время какой-то окаянный сват бессмысленно усердно сватает меня с тоской таких же необъятных размеров жаль только что я лишена еврейского юмора звезды как будто вымыты хорошим душистым мылом и насухо вытерты мохнатым полотенцем свежесть бодрость и жизнерадостность этих сияющих старушек необычайна я снова как шесть лет назад хожу по темным пустынным улицам и соображаю о своей любви но сегодня я уже ничем не отличаюсь от дорогих сограждан днем бы в меня не тыкали изумленными пальцами встречные а уличные детвора не бегала бы горланищей стаей по пятам улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой мой рот сжат так же крепко как суровый кулак человека собирающегося драться насмерть веки висят я не могу их поднять может быть ресницы из чугуна наглая луна льет холодную жидкую медь я весь промок мне хочется стащить себя пиджак рубашку под штаники и выжать их ядовитая медь начала просачиваться в кровь в кости в мозг но при чем тут луна при чем луна во всем виновата гнусная отвратительная проклятая любовь я награждаю ее грубыми пинками и тяжеловесными подзатыльниками я плюю ей в глаза разговариваю с ней как пьяный кот требующий у потаскушки ее ночную выручку я ненавижу мою любовь если бы я знал что ее можно удушить я бы это сделал собственными руками если бы я знал что ее можно утопить я бы сам привесил ей камень на шею если бы я знал что от нее можно убежать на край света я давным-давно глядел бы в черную бездну за которой ничего нет осенние липы похожи на уличных женщин их волосы тоже крашены хной и перекисью у них жесткое тело и прохладная кровь они расхаживают по бульвару соблазнительно раскачивая узкие бедра я говорю себе задуши Ольгу швырни ее в водяную синюю яму убеги от нее к чертовой матери в самом деле да чего же все просто у нее шея тонкая как соломинка она не умеет плавать она целыми днями не двигаясь лежит на диване когда я выйду из комнаты Ольга не повернет головы мне даже не придется бежать на край света сяду на первый попавшийся трамвай и не куплю обратного билета вот и все неожиданно я начинаю хохотать громко хрипло визгливо торопливые прохожие с возмущением и брезгливостью отворачивают головы я сажусь у ног застывшего Пушкина по обеим сторонам железной изгороди выстроились блеклые низкорослые дома тишина одевшись в камень и железо стало глубже и таинственнее а что если действительно Ольга умрет мысль поистине чудовищная догадка родившаяся в сумасшедшем доме хитряга мир чудачит со дня сотворения все шиворот на выворот жизнь несет на своих плечах смерть а смерть тащит за собой бессмертие помутившийся разум желает сделать вечной свою любовь любовь более страшную чем само безумие ночь проносится по шершавому асфальту на черном автомобиле расхаживает по бульвару в черном котелке сидит на скамеечке распустив черные косы Сергей получил назначение в берлинское торгпредство просил меня передать Ольге что завтра уезжает с виндавского вокзала Владимир Васильевич вас просит к телефону супруга спасибо я иду по желтому коридору сквозь стены просачивается шум вузовских аудиторий неясный раздражающий такой же чужой и враждебный как эти девушки с неприятными плосконосными лицами отливающими ржавчиной эти прыщавые юноши с тяжелыми упорными черепами лбы увенчаны круглыми височными шишками они кажутся невыкорчеванными пнями от рогов а рога были крепкие бодливые и злые у телефона добрый вечер Владимир добрый вечер Ольга простите что побеспокоила но у меня важная новость слушаю я через пять минут стреляюсь из черного уха трубки выплескиваются веселые хрипы что за глупые шутки Ольга но я и не думаю шутить мои пальцы сжимают костяное горло хохочущего аппарата перестаньте смеяться Ольга не могу же я плакать если мне весело прощайте Владимир Ольга прощайте Ольга пишите открытки на тот свет всего хорошего обозлившись говорю в черный костяной рот бом-вояж вот именно счастливо оставаться я ору на рыжебородого извозчика извозчик стягает веревочным кнутом кобылу кляча шелестит ушами словно придорожная ива запыленными лисиями и с проклятой российской ленью передвигает жухлые жерди воткнутые в копыта милиционер с торжественностью римлянина поднимает жезл телега груженная похрюкивающей свиньей и наша кобыла останавливаются смятение и буря в моем сердце я скрижищу на милиционера зубами воскресший фараон селедка осел в красном колпаке враг народа жезл опускается я вытираю перчаткой холодный пот обильно выступающий на лбу осеннее солнце словно желтый комок огня безумный циркач закинул в небо факел которым он жонглировал факел не пожелал упасть обратно на землю моя любовь тоже не пожелала упасть на землю а ведь какие только чудовищные штуки я над ней не проделывал но сколько же времени мы все-таки едем пять минут пять часов или пять тысяч лет знаю одно в эту пролетку отверженных я сел почти молодым человеком а вылезу из нее стариком у меня уже трясутся колени и дрожат пальцы на руках сморщилась кожа шестидесятилетними мешочками обрюзгли щеки слезятся глаза жалкий фигляришка ты заставил пестрым колесом ходить по дурацкой арене свою любовь заставил ее проделывать смертельные сальто-мортали под брезентовым куполом ты награждал ее звонкими и увесистыми пощечными мазал ее картофельной мукой и дрянными румянами на заднице нарисовал сердце истекающее кровью наряжал их в разноцветные штанины она звенела бубенчиками и строила рожи такие безобразные что даже у самых наивных вместо смеха вызывало отвращение а что вышло заброшенная безумием в небо она повисла там желтым комком огня и не пожелала упасть на землю в воздухе мелькает кнут как листья шелестят лошадиные уши неторопливо шлепают разношенные копыта по синим лужам я захлебываю злобой я хватаю за шиворот ржебородову парня он держит в возже точно скипетр сидит на козлах как император Александр Третий на троне я кричу зарежу и вытаскиваю из кармана черный футляр от пенсне у Александра Третьего дымом поднимается рыжая борода мое тело словно старинная люстра каждый нерв звенит и бьется хрустальной каплей что за ерунда я отваливаюсь к спинке и трясусь в мелком смехе какой зловредный безмозгляк сказал что существует смерть хотел бы я видеть этого паршивца хорошеньким бы щелчком по носу я его угостил клянусь бабушкой золотой хвост кобылы колышется над крупом как султан старинного гренадера честное слово я в здравом уме и твердой памяти доказательств извольте родился в 1890 году именинник 15 июля по старому стилю бабушку звали пульхерий кобыла упирается передними копытами в лужу и приседает как баба на задние ноги а все-таки смерть не существует горячая сверкающая струя вонзается в землю да-с здоровейнейшая фига вам вместо смерти шиш с маслом я почти спокойно вспоминаю что скифы в боях предпочитали кобыл так как те на бегу умеют опорожнять самый мочевой пузырь везде ложь впрочем Пушкины Шекспиры Ньютоны Бонапарты Иван Иванович и Марья Петровна умирают я сам читал на Ваганьковке под всем крестом покоится тело раба твоего Кривопопикова совершенно неоспоримо что Николай Васильевич Гоголь приказал кланяться иначе бы ему не поставили памятника подумаешь что же важность мертвые души дворник с нашего двора старый Федоточ разумеется протянет ноги вот эта кобыла с красивыми витающими в облаках глазами сдохнет через годик-другой но при чем же тут Ольга чепуха ее бессмертие я ощущаю не менее правдиво чем шляпу на своей голове ее вечную жизнь я вижу столь же ясно как этот императорский зад раздавивший скрипучей козлой не выобразите что я говорю о чем-то таинственном вроде витания души в надзвездных пространствах или о переселении ее в черного кота ничего подобного я просто утверждаю что мы с Ольгой будем из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты ходить в баню страдать запорами читать о виде и засыпать в театре если бы в одну из пылинок мгновения я поверил что будет иначе разве мог бы я как ни в чем не бывало жить дальше есть пить спать двигаться стоять на месте подождите подождите а вы вы любезнейший Иван Иванович когда вы Иван Иванович сентиментально вздыхаете ах я чувствую приближение смерти что это пустое выпотрошенное ничего не значащее слово или нечто что вы ощущаете так же правдиво как я шляпу на своей голове смерть понимаете смерть вот вы милейший Иван Иванович старший бухгалтер и труп на вас на Ивана Ивановича старшего бухгалтера а не на Ивана Петровича младшего бухгалтера натягивают коленкоровый саван у вас на веках лежат медные пятаки вы смердите вас запихивают в гроб кидают в яму вас жрут черви чувствуете врете гражданин нагло врете ничего вы не чувствуете ничего равнехонько иначе бы вы Иван Иванович сидели сейчас не за бухгалтерской конторкой а на канатчиковой даче кусали бы каменные стены и животным криком разбивали тусклые стекла зашитые железными прутьями если бы вы Иван Иванович увидели свою смерть так же ясно как я вижу на козлах зад императора одинаково равнодушный к страшному человеческому горю и к ослепительному человеческому счастью вы бы гражданин в ту же секунду собственными ногтями выдрали с кровью и мясом свои увидевшие глаза уличные часы шевелят черными усами на кремлевской башне поют невидимые памятники дряхлый звонарь безлюдного прихода ударил в колокол я хватаю руку извозчика и покрываю ее поцелуями шершавую костистую руку цвета красной лошадиной мочи я умоляю дяденька перегони время ничтожное расслабленное старческое время миллионы лет оно плелось тащилось тянулось как липкая собачья слюна и вдруг ни с того ни с сего вздыбилось понеслось заскакало с радьеренной стремительностью ольгины губы сделали улыбку рука поблескивающая и тонкая как нитка жемчуга потянулась к ночному столику ольга рука оборвалась и упала дайте мне пожалуйста эту коробку ольга лежит на спине прямая поблескивающая тяжелая словно отлитая серебра на ночном столике рядом с маленьким будто игрушечным браунингом стоит коробка с шоколадными конфектами несколько пьяных вишен рассыпались по гладкому грушевому дереву дайте же мне коробку левый уголок ее рта уронил тонкую красную струйку сначала я подумал что это кровь потом успокоился увидав запекшийся на нижней губе шоколад я прошептал как вы меня напугали и наклонившись вытер платком красную струйку густого сладкого рома тогда ольга вытащила из под одеяла скрученное мохнатое полотенце полотенце до последней нитки было пропитано кровью грузные капли падали на шелковое одеяло она вздохнула стрелялась как баба и выронила кровавую тряпку пуля наверное застряла в позвоночнике у меня уже отнялись ноги потом провела кончиком языка по губам слизывая запекшийся шоколад и сладкие капельки рома удивительно вкусные конфеты и опять сделала улыбку знаете после выстрела мне даже пришло в голову что из-за одних уже пьяных вишен стоит пожалуй жить на свете я бросился к телефону вызывать скорую помощь она сказала к вечеру я по всей вероятности умру операцию делают без хлороформа у Ольги сжались челюсти и передернулись губы я беру в холодеющие пальцы ее жаркие руки они так прозрачны что кажется если их положить на открытую книгу то можно будет читать фразы набранные аппетитом я шепчу Ольга вам очень больно я позову доктора он обещал впрыснуть морфий она с трудом поднимает веки говорит не ломайте дурака мне просто немножко противно лежать с ненамазанными губами я должна быть ужасная рожа Ольга скончалась в 8 часов 14 минут а на земле как будто ничего не случилось 1928 год конец книги март 1994 год читала Светлана Котикова Светлана Котикова